Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Рылов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 34-й день, месяц пробуждения природы, 7525 лета, неделя. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Приемы удаленного оздоровительного воздействия». Автор «Совезущий», автор «Сказитель», наш уважаемый доктор Захар Белинский. Ари рад, здравия тебе, Ари рад. Здравия, народ. Здравия, народ. Хорошее приветствие. Здравия, народ. Итак, народ, вы можете сейчас достать ручки, бумажечки для того, чтобы... А кто-то уже тетрадочки, я знаю, пишет конспекты. Там кто-то мне сказал, я конспекты пишу, между прочим, по радио. Вот так вот. Для того, чтобы получать совершенно на бесплатный, безвозмездный, помню, совершенно даром, да? Значит, основе знания от нашего доктора Захара Белинского. Итак, удалённое оздоровительное воздействие. Звучит несколько магически, и так как-то, наверное, непонятно. Кого мы будем удалённо оздоравливать, как это всё происходит, и что за воздействие ты имеешь в виду? Давай, теперь тебе микрофон предоставляю. Начинаю, а я буду на подхвате. Благодарю, Алексей. Сегодняшняя тема эфира для меня особо радостна. Я, скажем так, очень люблю подобную тему. Она является, можно сказать, частичкой моей души и таким основным хобби, скажем так. То, о чём я сейчас буду говорить, я сам считаю, что это медицина будущего и одновременно медицина прошлого, медицина наших предков. Но, опять же, хочу сказать, некоторое отступление сделать, что всё то, о чём я сейчас буду говорить, это не имеет никакого отношения ни к магии, ни к экстрасенсорному воздействию. Это всё является частью, причём неотъемлемой частью, человеческого существа. И для того, чтобы этим овладеть, нет необходимости подтверждать какую-то свою элитарность, исключительность и так далее. Каждый из нас, русов, может это делать при определённых, скажем так, приложенных усилиях. Ничего здесь фантастического, сверхъестественного, необычного такого нет. Это всё когда-то было, это всё, возможно, было утрачено большей частью населения, где-то сохранилось, но передаётся очень так скрытно. Даже хочу сразу так оговориться, что есть такие люди, которые меня очень тщательно предупреждали о том, чтобы я никоим образом не разговаривал на эти темы с массами, потому что иначе со мной может что-то ужасное случиться и так далее. В общем, смысл был в том, что открывать подобную информацию, общий доступ вроде бы нельзя. И причём есть такое мнение, которое ряд адептов подобных методов, они очень лелеют, пестуют, что эта информация пришла им, поскольку они вот такие замечательные, какие-то элитарные такие товарищи, они маги, не знаю, они там кто-то ещё, и вот только они это могут делать, больше никто, и поэтому подобной информации в общем доступе как таковой нет. По крайней мере, то, о чём я буду говорить, скорее всего, в какой-то части моментах нет. И мало того, что её нет, её нет по причине того, что те, кто ей обладает, они очень ей дорожат, стараются её в массу не запускать, чтобы всё-таки что-то оставалось такое, чем они от этой массы, скажем так, отличаются. Это один момент отступления. Второй, я хочу сказать, что я ни в коем мере не хотел бы, как бы, ну, своего рода дискредитировать себя как доктора, я, прежде всего, доктор. И всё, о чём я буду говорить с пациентами, я это не практикую. Я это практикую только со своими родными, со своими близкими людьми. И никоим образом не пропагандирую всеобщее применение. То есть всё то, о чём я буду говорить, с моей точки зрения, необходимо применять при большой необходимости, когда действительно другого варианта нет, когда действительно человеку нужно... вот наступил крайний случай, и его можно использовать. Это если касаемо постороннего человека, да. А так в обиходе, в обыденной жизни это можно применять на своих родных, на своих близких, ну, уже по своему усмотрению. Причём применять не просто так, а в соответственности. Потому что каждый раз, когда вы применяете подобные методы, подобные техники, то есть не то, что техники, а движете таким образом своей душой, то есть целиком движете собой, потому что, чтобы осуществлять вот эти техники, нужно полностью целиком владеть своим духом, своим внутренним миром, образно говоря, целиком владеть собой. Так вот, когда вы движете собой в направлении какого-то наступления каких-то событий, касаемых здоровья человека, то вам нужно осознавать, что вы берёте на себя и всю ответственность за те последствия, которые могут наступить. Условно говоря, что это как техника безопасности, как противопоказания, я сейчас рассказываю. То есть если вы, не то, что если вы, а вы фактически вмешиваетесь в жизнь с судьбой этого человека, и ежели с судьбой, родом Вселенной было суждено так, что этот человек должен страдать, этот человек должен болеть, и в этом болезни как-то так себя проявлять, духом оздоравливаться, очищаться, проходить некий кризис, кризис и потом возрождаться, если вы влезете и помешаете ему, внесёте свои коррективы, допустим, раз, другой, третий, то в конце концов будут к вам применены некие определённые санкции, которые в дальнейшем не позволят вам это делать. Что это будет? Либо это будет хворь какая-то тяжкая, либо это будет отстранение от этого человека, то есть разделение вас, либо какие-то иные последствия, это уже кто его знает. Поэтому в каком случае, как применять, по отношению к кому, это решать только вам, и понимать, какая ответственность за этим наступит. Что касается сразу, как применять, по отношению к кому, но опять же говорю, сугубо своё мнение, так вот, я считаю, что прежде всего нужно давать возможность человеку развиваться самостоятельно. Прежде всего необходимо давать возможность человеку самостоятельно находить выход из сложившейся его жизненной ситуации, помогать только в том случае, когда человек не может самостоятельно, то есть у него отсутствует возможность самостоятельно разрешить свою проблему, то есть он уже стоит в тупике, он уже стоит на грани гибели, самостоятельно помочь себе, вытащить себя за волос из болота, он не в состоянии. Вот, в этом случае помогать можно. И то, здесь есть такой очень важный момент, о том, чтобы помочь, необходимо, что вас попросили. Когда вы причиняете кому-то добро, то есть помогаете без просьбы, этот человек вас не просит, вы ему начинаете помогать, даже если он находится в каких-то крайних ситуациях, опять же нужно понимать, что вы берете за это ответственность, потому что, кто знает, может быть родом суждено уже ему отойти, унафь, вот, вы его оттуда вытаскиваете, вносите свои коррективы в планы рода, поэтому, возможно, придется отвечать. Поэтому, ежели, как бы так, человек к вам обращается за помощью, и сам не в состоянии себе помочь, помогаете, ежели не просит, то уже думайте и решайте сами. вот, ежели человек просит вас, но вы понимаете, что он как бы и сам может решить эту проблему, только ввиду каких-то особенностей, обстоятельств, то есть, что ему нужно решить это быстрее, что ему не хочется создавать каких-то, как бы делать какие-то усилия по этому вопросу, и он поэтому обращается к вам, то есть, помогите мне, сделайте мне, да, я, вот говоря свое субъективное мнение, я в этом случае, не то, что не помогаю, я объясняю человеку, что у тебя самостоятельно есть ресурсы, и если он их не видит, я ему, я обращаю внимание человека на эти ресурсы, как он может там сам себе помочь, вот, и только уже в крайнем случае, в каком-то, помогаю, вот, подобным образом, сразу говорю, что с пациентами, я подобным образом не работаю, вот, в энергетические балансы, подобным образом пациентов, я не вмешиваюсь, я, конечно, могу повысить энергетику пациента, там, за счет каких-то процедур, за счет использования биологически активных точек, там, пиявок, массажей и так далее, но это, я запускаю собственные механизмы, организма человека, вот, а подобные методы, они направлены на прямое вмешательство, можно так сказать, в, энергоинформационную структуру человека, и ее воздействие, то, о чем я буду говорить, по сути, это как, можно сравнить с хирургической операцией, на энергоинформационном уровне, то есть, мы туда входим, мы туда вмешиваемся, ну, и не только хирургической операции, ну, можно сказать, такая, такой, предоставляем человеку энергоинформационный костыль, в другом случае, вот, второе отступление, третье отступление, то, о чем, хочу сказать, не является мной где-то прочитанным, не является мной где-то заимствованным, все, о чем буду говорить, это, сходно с рочестром, такое есть понятие, рочестр, когда знание, это в литературе, в художественной литературе, бытует такое понятие, когда, или наитие, по-русски это наитие называется, когда знание к тебе, вот, приходит, загружается, как файл, там, то есть, ты ощущаешь, начинаешь о чем-то смутно догадываться, и потом, через какое-то время, у тебя создается объемная, полная картинка, целостного знания, причем, это знание, ты нигде не подчеркнул, не читал, конечно, я имею опыт ознакомления с подобной литературой, я достаточно ее много прочел, но, читая эту литературу, я лишь нахожу подтверждение тем техникам, тем способам, которые я обрел, то есть, читаю, у кого-то, смотрю, и этим самым я понимаю, что я как бы не сошел с ума, то есть, что я не гоню, образно говоря, что действительно, те знания, которые ко мне приходят, те навыки, которые у меня появляются, они, как скажем так, действительно, существовали всегда, и тысячи лет назад, и, может быть, десятки тысяч лет назад, просто, в данный момент, я их получил, и для чего-то их, значит, нужно использовать, вот, то есть, это не заимствованные, не прочтенные где-то, это мои собственные, которые, возможно, в чем-то сходные, в чем-то напоминают, похожие, но, скорее всего, в корне отличаются, от многих других, вот, это третье отступление, ну, и, собственно говоря, дальше уже, следует переходить, как бы, к описательной основной части, уже там, рассказывать о каких-то специальных навыках, поэтому, пока я туда не перешел, я хотел попросить, Алексей, твоего, скажем так, благословления, может быть, ты хочешь что-то добавить, скорректировать в этот момент, пока я не перешел к специальной части нашего эфира. Не-не-не, ничего не хочу корректировать, потому что ты говоришь все верно и упомянул про технику безопасности, что не суйся туда, и куда не нуды, не нуды, суваться не надо, вот, это очень важно, у нас очень люди добрые и хотят спасти весь мир, зачастую, так вот, сходу, так, всем помочь, даже тем, кто не просит помощи, вот, и потом начинается проблема, мне вспоминается фильм какой-то иностранный, когда один добрый человек все время бабушку пытался через дорогу перевезти, вот, и в конечном итоге получил от нее сумками по башке, потому что он ее переводил не на ту сторону дороги, на которой и нужно было, а просто вот ради доброго дела пытался ее переводить, но вот чем закончилось для этого молодца, понятно, да, шишкой на голове, так что приступай дальше в следующей части. Хорошо, но и, собственно говоря, не знаю, надо предысторию, не надо предысторию, наверное, не особо надо предысторию и перейдем сразу же к механизму, значит. Давай. Вот, собственно говоря, для того, чтобы, вообще, о чем я говорю, я говорю о, о том, что вы находитесь, допустим, в одном месте, другой человек находится вдалеке от вас, в принципе, неважно, вдалеке просто, что вы его непосредственно не касаетесь и находитесь от него на расстоянии метров более, потому что, если, допустим, вы находитесь на расстоянии в районе полуметра, у кого-то там больше, то есть на расстоянии ауры, то вы можете на этого человека воздействовать не то, что дистанционно, а своим энергетическим полем, он уже в вашем поле находится и вы таким образом на него воздействуете. Собственно говоря, дистанционное воздействие построено на том же, но здесь нельзя назвать дистанционное, тут все равно есть прямой контакт вашего энергетического поля, его энергетического поля и вы таким образом взаимодействуете. А это основано на том, когда человек находится от вас на некотором удалении и вы имеете желание, имеете такой вот волевой позыв, чтобы этот человек выздоровел, чтобы у него улучшилось самочувствие и так далее, какие-то другие моменты и осуществляете некий волевой акт, направленный на выздоровление этого человека. И на том конце тот другой человек начинает немножко чувствовать себя лучше, выздоравливать и так далее. Вот, собственно говоря, мы говорим об этом. Теперь что необходимо человеку с моей точки зрения для того, чтобы он мог делать это легко и безопасно для себя. Первое, о чем я хотел сказать, это о стереотипе батарейки. То есть большая часть тех, кто мне встречался на моем жизненном пути по этому поводу, с кем мы разговаривали, они считают, что человек это батарейка, ему энергию нужно накапливать, вот он накапливает эту энергию, потом он ее куда-то отдает. И многие говорят, вот я отдал много энергии, теперь я пустой, и мне нужно подзарядиться энергией, поехать в какие-то места силы, подзаряжусь энергией, оттуда приеду и буду вот эту энергию как-то расходовать. Так вот, то, о чем я говорю, не то, что если, а то, о чем я говорю, здесь эффект батарейки не работает. То есть, если вы работаете, образно говоря, на этом эффекте, то все, о чем я говорю, вы сделать не сможете, либо сможете сделать с меньшей эффективностью. И, на мой взгляд, я считаю, что это понятие, как вот оно бытует в больших массах, оно крайне ограничено и неэффективно вообще для использования. и по большому счету ложно. Почему ложно? Потому что, на самом деле, мы не являемся батарейками, мы являемся лишь проводниками. Мы проводники энергии Вселенной, силы рода, как бы, кто, как это называет. Так вот, она протекает у нас непрерывно. Может протекать, скажем так, у нас непрерывно. И мы лишь, в том числе, я, Алексей, вы, наши слушатели, все эту энергию используют и каждый по-своему. Здесь все зависит от тех, скажем так, мыслей, от тех намерений, которые мы имеем. То есть, на что мы направляем свое мышление. Ведь то, о чем мы думаем, тот человек, о ком мы думаем, не важно, там, негативно-позитивно, туда мы эту энергию и отдаем. Собственно говоря, вот некоторые злые люди, они ловят добрых людей на чем? Они делают им какую-то гадость и добрый человек может очень долго думать об этом. А злом человек, который причинил ему гадости, думать может быть с сожалением, там, еще с чем-то там. Да не важно, просто он будет об этом человеке думать и будет отдавать ему эту свою энергию жизненную, которая протекает на энергию рода. И, собственно говоря, злые этим и пользуются. Поэтому я, углом касаемо последней реплики, вот даже во многих верованиях говорится о том, что, ну, научитесь прощать. И это не то, что там будьте такими добряками и там подставляйте щеки со всех сторон, прощайте. Это говорит лишь о том, что не тратьте свою энергию попусту на тех, кто уже что-то вам нехорошее причинил, прекращайте свои энергоинформационные взаимосвязи с ним, не отдавайте ему свою жизненную силу. Сделал что-то плохо. Если вы можете что-то изменить, изменить и не можете, забудьте, идите дальше по своему пути. Представьте, что это как ветка, которая ударила вас по лицу и, ну что ж, на нее бежаться, что ли? Ну, пошли дальше и все. Так вот, что касается постулата батарейки, я думаю, все поняли. Мы, проводник, через нас все это течет, движется, как это течет, движется. Я думаю, все, кто нас сейчас слушает, заинтересованные люди, они все это прекрасно понимают. Я не буду на этом специально останавливаться. Чакры, энергетические потоки, количество чакр. Хочу лишь сделать такую заметку, что у нас чакр гораздо больше, чем нежели 7. 7 это ограниченное понимание. Их как минимум 9 крупных, а вообще каждый человеческий сустав это чакра, то есть диск света, круг света. Каждый наш суставчик это своеобразная чакра. И 9 основных, но и там по количеству суставов человека такое количество всех, общее количество. Дальше о чем сказать. Следующие моменты, на которые я хочу обратить внимание, которые обязательны, это владение своим мыслительным потоком. То есть что это значит владение мыслительным потоком? Есть большая необходимость не отождествлять себя со своим мышлением. То есть очень многие считают, что вот я подумал, и так и говорят, вот я подумал, я считаю и так далее. То есть они принимают мыслительный процесс, который происходит в их голове за себя. То есть они восстанавливают тождественную разницу между своим мыслительным потоком и собой. На самом деле это не так. Но опять же с моей точки зрения то, что происходит у вас в голове не имеет к вам по большому счету никакого, вот именно к вам, как вечному энергетическому существу во вселенной к вам никакого отношения не имеет. Это всего лишь определенные возмущения, которые предлагаются к вашему вниманию. Вот это и есть ваши мысли. То есть необходимо уметь воспринимать свой мыслительный поток как титр на экране и диссоциироваться от него, то есть отстраняться и разбирать его, какие из этих мыслей вызваны вашими собственными ощущениями, там допустим ожогся, укололся, больно, хорошо, тепло, радостно, там как-то, а какие навеяны со стороны и с пониманием относиться, разбирать, анализировать, что же там навевается со стороны. Вот, и способность управлять, разбирать своим мыслительным потоком, я ее так называю как владеть собой, да, потому что человек, который осознанно относится к своему мыслительному потоку и понимает, о чем он сам на самом деле подумал, о чем подумал не он, он уже лишается внешнего управления. Очень многие из нас находятся, как бы это ни звучало, под внешним управлением, потому что любая общность людей, объединенных общей идеей, количество, условно говоря, больше двух человек, она образует уже общую энергоинформационную структуру, и как только эта энергоинформационная структура образовалась, она уже существует по своим законам, образно говоря, живет своей жизнью. И вот люди, объединенные в эту группу, они уже немного несколько управляемы этой энергоинформационной структурой. И для того, чтобы не быть рабом этой энергоинформационной структуры, быть свободным, быть, иметь, обладать собственной волей, именно собственной, не навязанной там снаружи какими-то волевыми актами, а собственной, необходимо различать, когда тобой пытаются управлять, вот, какие мысли твои, какие собственные, там, не твои. Ну, собственно говоря, может быть, это основные, если что-то упустил, то буду досказывать по пути, значит, вот, не быть батарейкой, быть проводником, владеть собой целиком, то есть, владеть своим мыслительным процессом. А, ну, еще такой важный момент из разряда общих, это понимать, что мы есть никто иной, как вечное энергетическое существо, и в данном случае мы всего лишь являемся воплощением, очередным воплощением нашим, находимся в этой биологической оболочке, как говорят, душа заключенная вплоть. Вот, и собственно говоря, именно из такого подхода подходить к проблеме, или даже не проблеме, а к ситуации энергоинформационного оздоровительного воздействия. То есть, когда мы пытаемся кого-то лечить на расстоянии, то прежде всего мы делаем что? Мы лечим пиджак другой души. Вот, есть как собственно говоря физические телеса, есть не физические телеса, вот, сныть, так что поэтому нужно понимать на кого мы воздействуем и то есть на что направлено наше воздействие прежде всего. Мы воздействуем не на саму ту душу, потому что на душу по сути мы воздействовать может быть не можем, но если даже и можем, то это будет насилие в любом случае. Мы воздействуем на те сферы, которые ее окружают, мы как бы даем ей помощь, вот, потому что некоторые могут подумать, что я там помогаю человеку, еще на самом деле не человеку мы помогаем, а мы помогаем его телесам. Мы, образно говоря, помогаем человеку менять запаску, или выхлопную трубу, там двигатель в его автомобиле, но мы не воздействуем на водителя этого автомобиля, скажем так, чтобы правильно понимали все акценты. Ну, что еще есть такого, чтобы было понятно. Ну, а дальше, собственно говоря, дальше что? Можно переходить уже к самим, значит, к тому, что нужно делать. А, еще один очень-очень важный момент, который нужно изучить, это способ воздействия. Как он, значит, все это делается. Это делается при помощи видения. Вот здесь такой момент начинается уже, который многие мистифицируют. Есть так называемые, там, вот люди называют себя видящие, они там что-то видят. Ну, замечательно. Я приветствую таких людей, рад, что у них есть такая возможность, коль они людям помогают. Так вот, подобное видение может развить в себе каждый человек. И здесь ничего сложного на самом деле нет. Начинается все с того, что вам необходимо просто начать больше доверять себе, больше доверять своей интуиции. Каждый из нас делает, вернее, каждому из нас видение обращается, можно сказать, по сто раз на день. Приходит интуиция, приходят какие-то догадки, в голове даже материализуются какие-то образы, то есть человек видит какие-то образы, и это ему подсказывает. Но в большинстве случаев, 99% человек воспринимает это как либо то, что он гонит, либо то, что ему это кажется, либо что там он себе там понадумал и так далее. То есть подавляю, 99% человек отметает эту информацию, хотя с каждым, с каждым его внутренний голос общается, потому что каждый из нас подключен к общему энергоинформационному потоку во Вселенной, и душа каждого имеет возможность воспринимать ту информацию, которая оттуда исходит. Но на внешнем плане мы это не используем. Так вот, что такое видение? Видение это, ну, по крайней мере, можно, конечно, и при помощи других способов энергоинформационно-дистанционного воздействия на человека, но в данном случае я говорю именно о видении, потому что это наиболее такой эффективный с моей точки зрения способ, и более такой, скажем так, красочный, если так сказать, чтобы можно было писать его по радио. Так вот, что такое видение? Видение это когда мы закрывая глаз или не закрывая глаз ощущаем, обнаруживаем, можно так сказать, некий, можно даже сказать, визуальный образ в себе. Я не говорю там в голове, в мозгу, я не акцентирую на это. Просто он есть в вас. Здесь не нужно путать видение с визуализацией. Есть такая техника визуализация, когда мы представляем себе какой-то объект, мы представляем себе какого-то человека, и на этом способе построено очень много техник, тех же лечебных и так далее, тоже дистанционного воздействия, когда мы визуализируем себе объект, визуализируем человека, и вот там что-то при помощи каких-то методов NLP, еще чего-то, каких-то психотехнологий пытаемся это использовать. То, о чем я говорю, не имеет никакого отношения к визуализации. Каким образом понять, визуализируете вы или это, или видите? Очень просто. Для того, чтобы создать визуализацию, вам приходится прилагать усилия. Любые визуальные образы, которые возникают в вашем сознании без ваших волевых усилий, без любых усилий, просто он раз возник, и все. Это и есть фрагменты, элементы видения. Но многие из нас не принимают их всерьез, потому что думают, это я себе, наверное, нафантазировал, это я придумал, это я так как-то свизуализировал. И выкидывают это как мусор. Вот я когда говорил о дисциплине мышления, о том, чтобы овладеть собой, я имел именно это и в виду, чтобы человек при помощи дисциплины мышления мог определять, что относится непосредственно к его сути, а что пришло со стороны. Начать здесь необходимо с мысли. То есть научитесь контролировать свое мышление. Какие мысли собственно ваши, какие мысли сторонние, навеянные там, я не знаю, кем-то со стороны. Не будем сейчас останавливаться на этом. И когда вы это научитесь делать, вы элементарно очень просто сможете различать те даже визуальные образы, те звуковые образы, которые там у вас возникают, сами ли вы их сгенерировали или они то есть визуализировали, то есть применили силу, затратили энергию на это. Либо же это вы просто увидели внутренним взором. Внутренний взор есть у каждого. Его нужно просто развивать. Все то, о чем я буду говорить, оно построено на использовании внутреннего взора. Человек обладает и он может видеть вне зависимости от расстояния любой объект, любого человека, любую обстановку в принципе на каком угодно удалении. Это очень важный момент по поводу видения визуализации. Понять между ними разницу. Как только вы поймете разницу между видением и визуализацией, все остальное станет для вас очень легко и просто. Но подводя некоторый итог тому, что я сказал, первое, что необходимо сделать, это конечно безусловно иметь развитый энергетический потенциал, чтобы его иметь необходимо, чтобы энергия через вас проходила мощно, мощным потоком. Для того, чтобы она проходила через вас мощным потоком, необходимо быть хорошим проводником. Что значит хорошим проводником? Соответствовать тому потоку энергии, который вы хотите привлечь. Соответственно, если мы говорим о оздоровлении, то мы хотим привлечь энергию Ха, то есть энергию творения. И самому тоже по своей внутренней сути необходимо соответствовать энергии Ха. Ежели вы допускаете в мыслях в своем сознании свои худые мысли, зависть, злость, гнев и так далее, то даже не помышляйте о чем-то подобном. Потому что будет приходить только то, грубо говоря, будет приходить только подобное. И вот этим подобным кого-то лечить вряд ли получится, вы можете даже несколько навредить таким делом. Так вот, соответствие тому, что вы хотите, чтобы к вам пришло, и мощный энергетический поток. То есть, что значит мощный энергетический поток? Необходимо опять же при помощи внутреннего взора или все той же визуализации, ее тоже здесь можно использовать, просмотреть свои энергетические каналы, как у вас все это проходит, как движется, и чтобы все это было хорошо и мощно. Собственно говоря, откуда мы получаем? Мы получаем со Вселенной и от нашей планеты. Вот эти энергии, они гармонично взаимодействуют с человеком, и человек может дальше уже ими управлять, направлять. Значит, наполнились правильной энергией, затем используйте визуализацию, то есть видите объект, на который вы хотите воздействовать, того человека, или в принципе даже животное можно, но без разницы. можно даже на растение, то есть на любое живое существо. Ну вот, видите этого человека, вы видите в чем заключается его проблема, и начинаете образно говоря на него воздействовать. Теперь мы переходим к самому главному вопросу, как воздействовать. Здесь тоже все очень просто, никаких замысловатостей тут тоже нет, нужно только лишь при этом понимать, что все живые существа на нашей планете, во вселенной, они между собой связаны, то есть мы между собой связаны в энергоинформационном плане. Вот уже на пальцах объясняю, между каждым человеком и другим человеком, между человеком и растением, между человеком и животным есть везде каналы. Мы неотрывно со всеми связаны, мы находимся в едином поле, в единой энергоинформационной структуре. И понимая это, осознавая это, помогать, лечить, воздействовать на другого человека уже является совершенно простым делом, потому что мы с ним тоже связаны, мы находимся в единой связке. и дальше уже в принципе все просто. Делать это, конечно, звучит это все удаленное энергоинформационное воздействие, это как-то глобально. А действие на самом деле совершенно простое. Я даже сам как-то слегка разочарован, что текст передачи так быстро может достаточно закончиться, наверное. Все то, что я сказал, перед этим сделали, что вы уже молодец, вы уже такой замечательный парень, и теперь увидели внутренним взором этот канал, который соединяет вас и другого человека, и либо по этому каналу запускаете волевым своим актом движете энергию от себя к тому человеку, и там уже ее направляете. Вот дальше очень важный такой момент, помимо того, что есть видение у человека, нужно еще владеть, вот я об этом не сказал, сейчас по ходу дел возникают эти технические моменты, я о них вспоминаю и рассказываю, значит, необходимо научиться уметь двигать своей энергией, то есть своим волевым актом ее направлять, она на самом деле движется у всех, и каждый это может, но нужно это понять, нужно в этом увериться, удостовериться, что вы можете и делать это, то есть одно дело я сказал, то вы видели этого человека внутренним взором, и все, энергия к нему пошла, как бы по этому вы направляете ее по количеству, вы направляете ее по скорости, вы направляете ее, образно говоря, по продолжительности, и далее, опять же, внутренним взором вы наблюдаете, что происходит на том конце, условно говоря, провода, как эта энергия воздействует на человека, но тут же опять нужно понимать, что вы не визуализируете, вот в моем случае, вы не визуализируете, вы не как бы представляете, вы не фантазируете, что там происходит, вы просто видите тот процесс, когда человек получает вашу энергию, и вы ее корректируете, ну, образно говоря, как поток воды, регулируете, как он будет стекать, либо же, как там регулируете сопло для подачи ветра, это у каждого свое, как каждый видит свою энергию, как у человека разный внутренний взор, это дело каждого, у кого-то свет движется, у кого-то воздух, вы мало того, что видите, вы еще направляете и управляете этим процессом, и вот здесь тоже достаточно тонкая грань между тем, что это придумать, и между тем, что, ну, грубо говоря, одно дело, вы вот взяли таз с водой и примерно предполагаете, как это сейчас должно вытечь, а другое дело, когда вы берете этот таз с водой и выливаете, вот то, о чем я говорю, вы имеете отношение к тому, что вы именно льете этот таз с водой, и вы видите и контролируете тот процесс, как ваша энергия воздействует на того человека, вот, и в этом заключается, можно сказать, основное дистанционное лечебное воздействие, вот, почему именно энергия, почему вот именно так, потому что любая, любая физическая хворь, она имеет в своем корне нарушение энергетического баланса, то есть, человек начинает преобладать та или иная энергия, как ха, так и литха, и дисбаланс любой из них ни к чему хорошему не приводит, там, либо жар, либо холод получается, вот, и вы при помощи своего воздействия можете это корректировать, и причем вы не только можете давать, да, но вы можете отводить лишнюю, вы можете воздействовать на того человека, все зависит от того, насколько развита ваша воля, насколько развита ваше видение, все зависит от ваших внутренних ресурсовых способностей. Алексей, кстати, я уже долго говорю, может, есть какие-то вопросы, замечания, что-то подсказать? От меня пока нет никаких вопросов, замечаний, но я найдил потихонечку, в чате есть реплики, в эфир, ну, так ты тему раскроешь, потом мы уже их позадаем. Хорошо. Отлично. Вот. И, собственно говоря, что можно еще делать? Вернее, не то, что можно еще делать, а как это непосредственно делать? Ну, один из способов того, как, я на самом деле не особо хотел рассказывать, как я это сам делаю, хотел в общих чертах представить, а там, чтобы не вносить никакие шаблоны, чтобы люди уже сами разбирались в своих способностях, в своих планах, но, думаю, для того, чтобы объяснить получше, что я имею в виду, я расскажу, собственно говоря, там какой-нибудь пример о том, как я это делаю. Вот. Ну, допустим, я нахожусь в Ростове, где-то в Москве есть человек, которому я хочу помочь. И я волевым усилием, ну, я, конечно, осознаю канал, я вижу канал, который нас соединяет, я вижу его у себя, вижу каким образом он, иногда я его создаю, вернее, не то, что создаю, я его усиливаю, увеличиваю, как-то дополнительно еще, вот, расширяю, можно сказать, и затем уже волевым актом я посылаю свою жизненную силу, энергию к этому человеку, наблюдаю за тем, как она движется, вот, и часто это бывает, ну, у меня, как по воздуху, да, все это происходит, то есть я представляю, ну, образно говоря, не то, что представляю, вижу свою энергию в виде порыва ветра, такого воздуха, достаточно плотного, и вот он движется в каком-то направлении, вот, и потом я вижу образ человека, там, его лик, или там полностью его, либо же его энергоинформационную структуру, как он выглядит, и моя энергия приходит к нему и каким-то образом воздействует, то есть там, каким образом воздействует, оно, она проникает в его телеса, и там, возможно, либо замещает те темные пятна, которые имеются в его, провалы в его энергетике, то есть восстанавливает энергетическую целостность его структуры, вот, либо каким-то образом действует так, открывает, возможно, какие-то, ну, воздействует на энергетические центры, помогает им освободиться от каких-то зажимов, там заглушить, там, чего угодно, неважно, каждого это свое, свои образы будут возникать, и позволяет произвести отток лишней энергии, чтобы человек тоже как-то пришел в себя, вот, примерно так, но есть еще там некоторые способы, к примеру, когда вы находитесь рядом с родным человеком, и нужно, как-то его, достаточно эффективно и быстро полечить, или вообще понять, что с ним происходит, потому что иногда не совсем понятно, даже там при помощи видения, видишь там, где-то порвал, там что-то, но в точности понять и диагностировать эту ситуацию, и как помочь, иногда не знаешь, тогда можно сделать все очень просто, просто берете, выходите из тела, и, скажем так, входите в тело другого человека, находитесь внутри него, и ощущаете то, что ощущает этот человек, и чувствуете то же самое, что чувствует этот человек, и вам уже понятно, где у него болит, где у него не болит, и каким образом это воздействует, затем можно снова покинуть этого человека, выйти из его тела, и при помощи, но это я говорю уже не о том, что посылать энергию, а я говорю, что воспользоваться своими энергетическими телесами, выйти в одной из ипостаси, и вот так вот побыть в нем, потом выйти и своими руками поправить физически его план, то есть, ну вот, допустим, как это у меня иногда бывает, нахожусь рядом с человеком, и я, допустим, внутренним взором вижу, что у него там, ну, там, по крайней мере, в моем видении, я вот вижу этот объект, как такой ярко-красный, вот этот спазм, мышечный спазм, вот эту мышцу спазмированную, я ее прям вижу, и, ну что, просто можно энергетически воздействовать, это один вариант, но так, на мой взгляд, менее эффективно, более эффективно, когда вы выходите в своих энергетических телесах и непосредственно своими ручками энергетическими, опять же, вы воздействуете на этот физический план, на эту мышцу, и тогда все это происходит гораздо быстрее, вот это второй способ, вот, причем, второй способ, это безграничная вселенная, то есть, вы можете таким образом делать все, что только вам, собственно говоря, взбредет в голову, но оздоровительная практика, это в том числе, просто, я доктор народной медицины, вот, мы здесь делаем передачу о здоровье, поэтому мы говорим о здоровье, а так, в общем, можно так путешествовать, так можно общаться, встречаться, я не знаю, что угодно, вот, но таким образом можно и лечить, но опять же, необходим достаточно энергетический потенциал, вот, ну, собственно говоря, что еще можно делать, можно, помимо прямого, непосредственного, оздоровительного воздействия, о которых я говорил ранее, можно, оберегать человека, то есть давать ему все-таки возможность самостоятельно выздороветь, то есть напрямую не вмешиваться в его энергоинформационную структуру, но создать некие условия во внешней среде этого человека, которые бы благоприятствовали его выздоровлению, но я о чем говорю, о том, что во внешней среде человека могут быть различные неблагоприятные факторы, как то, допустим, некие неупокоенные души, бьющиеся вокруг этого человека, но о чем я говорю, что значит неупокоенный, нужно пояснить термин, что я вообще имею в виду, собственно говоря, это, заканчивая свое воплощение, человеческая душа может иметь пристрастие, привязанности к этому физическому миру и оставаться здесь, не покидать поверхности планеты, оставаться здесь, находиться подле людей и в зависимости от ее развитности, от ее силы, энергетики, наполненности, либо как-то воздействовать на человека, либо просто по мелочи ему вредить, но что значит как-то воздействовать, собственно говоря, она может, скажем так, прилипать, прилипать к энергетике человека, и имея уже какие-то пристрастия пагубные, то ли курение, то ли алкоголь, то ли наркомания, то ли там пристрастие к переживанию определенного вида эмоций, страх, гнев, ревность, этого подобного, что угодно, она внедряет эту свою составляющую в энергетику человека и человек уже начинает таким образом себя вести и вот подобное его поведение может приводить его к физическому заболеванию. И если мы с таким сталкиваемся, то естественно здесь нецелесообразно восполнять эти там всякие энергетические дыры в человеке, нецелесообразно его подпитывать, а есть необходимость как-то оградить его от этого внешнего вредного энергоинформационного воздействия. Вот. Здесь что мы можем сделать? Можем поставить самое простое вокруг человека некую защиту, барьер для проникновения. Я опять же не хочу задавать шаблонов. Многие, наверное, из всех, кто нас слушает, имеют об этом представление, но могу сказать, как, допустим, наиболее такой распространенный образ, как это можно делать, создается вокруг человека сфера, шар. Причем создается она с определенным, не просто так вот сделали вокруг человека эту сферу шар нарисовали и все, и замечательно, на этом хватит. В нее нужно вложить смысл. Нужно вложить смысл. То есть, с каким толком эта сфера, этот шар будет действовать. То есть, можно заложить такой смысл, что все доброе, хорошее, чтобы эта сфера пропускала в себя, вот, а все негативное, злое, худое, которое будет обращено на человека, чтобы все это отражало, отдавало в обрат. То есть, можно применить там, зеркало, да, сделать эту сферу зеркальной, можно там, материалка, с которого она будет создана. Но это уже на ваше усмотрение, какой вы считаете таким плотным, крепким, вот, из чего вы ее построите. И опять же, не визуализируем, а вот именно создаем, как бы материализуем. Вот. И таким образом мы человека можем защитить, оградить. Некоторые делают пирамиды, ставят, кто-то делает там, те валы, там еще что-то там. У кого-то шары, у кого-то кубы, каждому свое. Кто-то там еще в каких-то структурах. Вот. У каждого свое. Но при этом должна быть одна общность, что нужно делать так, чтобы этот шар был, вот эта защитная сфера, защитная оболочка, она была проницаема для энергетики. То есть, чтобы энергия Вселенной в нее могла сходить сверху, и энергия планеты могла входить снизу. Потому что некоторые, когда вот делают что-то подобное, они об этом забывают. Это просто вот человек, они его поместили в сферу, задали на сферу какие-то определенные положения, и все это. И при этом человек начинает чахнуть. Оказывается, что просто энергетика у него ни космоса, ни планеты не попадает. И вот он в таком, как в сосуде без воздуха находится, начинает еще сильнее чахнуть. Поэтому не забывайте о том, что должно быть еще энергоинформационное снабжение человека, которое находится внутри. Ну и, попутно говоря, очень важный такой постулат о том, что необходимо, прежде всего, необходимо, прежде всего, иметь энергетический потенциал больше, чем тот человек, которому вы хотите помочь. Если, к примеру, заболел какой-то сильный такой человек, энергетически мощный человек заболел, а вы, допустим, заведомо слабеете его в энергетике, но он заболел, и вы вот решили во что бы то ни стало ему помочь. И с моей точки зрения, вообще даже не пытайтесь, потому что вместо того, чтобы сделать хорошо, вы сделаете ему худо. Почему? Потому что при энергоинформационном взаимодействии, но, опять же, это с моей колокольни так, при энергоинформационном взаимодействии всегда возникает энергообмен. Вне зависимости от того, как мы, что направляем своей волей, или намерением, как кто-нибудь бы сказал, энергообмен существует. И всегда происходит уравнивание некоторых потенциалов. То есть от большего потенциала начинает перетекать к меньшему. И если вы, обладая меньшим энергетическим потенциалом, взялись лечить человека, который обладает большим энергетическим потенциалом, то, скорее всего, ваша попытка будет обречена на провал, и более того, человеку может стать только хуже. То есть в любом случае, что бы вы там ни делали, а его энергетика, часть его энергетики перетечет к вам. Именно поэтому в самом начале я обратил внимание, что мы не батарейки, мы поток. И для того, чтобы лечить других, нужно самому быть здоровым, нужно самому быть в ладу со своим умом, сознанием, уметь анализировать свое мышление, ну и события, происходящие в вашей жизни. Так, ну... Так, 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 так. Собственно говоря, мыслей о чем сказать много. Алексей, может быть, что-то дополнишь, пока я в размышлении в коротком? Да все правильно ты говоришь, что-то дополнить-то. Все здорово. Я уже много раз говорил, и в наших передач с тобой мы обозначали. Если сам грязный, чего лезешь другого-то? Чистить. Сначала очистись сам, сначала свои мысли на место расставь, свое здоровье поправь. Мне всегда радуют, например, там глазнюки, как вот нас называют, да, в народе. Те, которые ходят вот в таких линзах, пытаются народу глаза вылечить. Или какими-то там хромые хирурги, которые людям ноги правят. Или там страшные тети, которые всех хотят сделать красивыми. И так далее. То есть, хочешь кого-то излечить, ну, в этом направлении хотя бы сам сделать какие-то успехи. Там отожрение у нас лечат. Очень часто такие дяденьки и тетеньки с такими пузланами вообще, что там, как они вообще в дверь проходят, бочком может как-то там протискиваются. Но при этом говорят про здоровый образ жизни, там про то, как ожирение от себя убрать или из себя убрать. В общем, смешно. Поэтому сначала здоровым стань сам. Сначала. Всё. Вот опять же, вот пока тебя не было, там пришлось эфир провести небольшой. Я заявил, что если ты хочешь что-то сделать в миру хорошее, чтобы мир стал лучше, ну, ты сначала сделайся сам лучше. Сначала какие-то усилия над собой сделай. А то вот хочешь, чтобы мир прям стал такой прям хороший-хороший-хороший, прям такой весь чистенький-чистенький, но при этом сам как свинёныш будешь оставаться. Вот сейчас опять скажешь, а-а-а, свинятами нас назвал. Да, сравниваю, сравниваю, что делать, что делать. Сам такой иногда бываю. Поэтому, говоря про кого-то, я зеркалю, говоря про себя. Так что не обижайтесь. Всё, что я говорю, присуще мне. Такой же я бываю свинёнок. Ну, вот как-то так. Паузу я заполнил. Продолжаем. Благодарю тебя. Вот. Далее, что хотел сказать. Очень важно, действительно, я тут выхватил одну фразу из чата, там, вопросы, и понял, что нужно об этом сказать. Действительно, очень важно не иметь какой-либо заинтересованности в исходе дела. Потому что ваша заинтересованность, ну и вообще эмоциональная окраска этого процесса, это очень важный вопрос, человек задал, Владимир Азамутевич. Если ты имеешь эмоциональную окраску при проведении всех этих процессов, то так или иначе ты немножко этот процесс будет мешать тебе действовать правильно. Ты уже будешь подвержен эмоциям, немножко будешь сбиваться и будешь хотеть вылечить человека. Вот хотеть вылечить человека, хотеть вмешаться в события его жизни, на мой взгляд, это очень такой достаточно неприятный факт. Поэтому, когда вы кого-то лечите, кого-то оздоравливаете, вы, по сути, выполняете волю Бога, волю рода, волю Вселенной, то есть через вас все это проходит, и вы ее реализуете. И с моей точки зрения, опять же, не примешивайте сюда собственное. Но когда речь не касается, допустим, ваших родственников, а это имеется в виду посторонние люди, ну хотя в принципе и родственников, но здесь очень сложно удержаться от эмоционального окраса. А когда посторонние люди, туда вы понимаете, что вы лишь инструмент в руках Богов, и необходимо сделать все с ювелирной точностью верно, для того, чтобы эту ситуацию выправить. то есть от вас требуется выполнить то, что вы умеете реализовать те знания, которые вам были даны. Если же вы начнете эмоционально включаться, то может все это как бы так поломать. Но я думаю, Алексей, может перейдем к вопросам, там по ходу дела я что-то добавлю, что-то вспомню, еще поговорим о чем-то. Конечно, перейдем. Ты уже как бы так стал косвенно на вопросики-то поглядывать. Ну да. Раз так, то давай же к ним переходить. Вопрос в эфир от Владимира Изматича. Здравия, Арират. Может ли злоумышленник перехватить поток дистанционного взаимодействия между лекарем и больным и манипулируя этим потоком угробить сразу обоих? Благодарю за вопрос, Владимир Изматич. Здесь все просто. Если вы допускаете подобное, то может. Если не допускаете, то не может. Потому что здесь вообще в подобной стезе очень большое значение имеет то, как вы вообще это воспринимаете. Потому что вы творец своей судьбы и ежели вы допускаете, что кто-то со стороны может у вас что-то забрать, ежели вы допускаете, что со стороны у вас кто-то что-то может перехватить ежели вы допускаете что есть кто-то кто сильнее вас и может на вас худо воздействовать то тогда вы это получите я говорю не о самоуверенности я говорю о том что каждый опять же повторюсь каждый из нас каждый из нас русов он лечит оздоравливает вот берет эту энергетику урода а кто что может сделать человеком если за ним стоит рот какой я не знаю злоумышленник может противостоять силе рода какой злоумышленник может перес перехватить ту энергетику которая идет из рода и которая направлена на помощь родичу да никто это ездили вы сами уже сами по своему мышлению будете допускать подобное то здесь имеет смысл обратиться к началу нашего эфира когда я говорю что для того чтобы этим заниматься нужно стать хорошим проводником нужно жить в осознанности и ежели вы хороший проводник у вас никто ничего перехватить не сможет ежели вы будете понимать что за вами рот стоит вот в прямом смысле за вами стоит рот и вы действуете не сам вернее вы действуете сам но здесь в яви вот а глобально глобально за вашей спиной стоит весь ваш рот и не только ваш а вообще рот наш целом то кто против вас что сможет сделать любой злоумышленник любой злоумышленник даже который помыслит об этом ну допустим ему образом говоря известны какие-то обстоятельства что вы сейчас проводите сеанс и вот вы там что-то делать с этим человеком вот он туда как-то попытается вклиниться создать какой-то ложный образ этого человека чтобы перехватить вашу энергию вот кстати вот интересную тему сейчас только что затронул могу рассказать я думаю кому то может пригодиться значит ежели получилась такая ситуация что ну да есть такие вот злые люди которые используют энергию во зло кстати опять же промежуточная тема появилась что энергия на мой с моей точки зрения она не бывает не делится вернее как она делится но нет такого что вот у злых людей злая энергия у добрых людей добрая энергия энергия у нас ха и тха ха это энергия творения ха это энергия там перехода разрушения скажем так вот можно использовать как ту так и другую и все зависит от того с какой целью кто из какие у вас мотивы какая у вас причина ее использование вот тот кто использует против живых людей тха для того чтобы умолить их здоровье но это лиходей уже вот тот кто использует тха для того чтобы убрать образно говоря какое-то новообразование или хвост человека вот выжечь ее это уже собственно говоря лекарь поэтому мы оперируем одними и теми же инструментами но каждый по-разному точно так же как столовым ножом можно я одну там скальпелем можно операцию сделать на скальпели же можно и убить и здесь у вас вот хорошо возвращаемся к предыдущему что-то об обмолвался о создании ложного кстати как бы образа то есть что я имею ввиду если вы знаете допустим что какой-то лиходей оказывает на того человека некое воздействие ну как знаете не то что там либо увидели либо вы его очи убедились в этом то есть кто-то кто-то примеру сказал вот я тебе этому то 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 тогда я сделаю так что там горе у тебя будет конем не обойдешь ну допустим кто-то вы там знаете об этом достоверное и примерно понимаете то для того чтобы уберечь этого человека от злого воздействия сейчас опять немножко отступил сразу чтобы потом не волосы очень важно понимать что каждый лиходей сможет воздействовать на другого человека только в том случае если это другой человек допускает что на него возможно воздействие ведь опять же обращусь что за нами за каждым из нас сила рода нашего вот если чтим мы наш род если обращаемся мы к нему если же с дедами скажем так общаемся с пращурами своими то никакой лиходей ничего нам не сделать это не сможет никогда ежели мы сами этого не допустим то есть никак в своих мыслях опять же возвращаемся к контролю мыслительного процесса то есть если мы допускаем мыслительно что мы собственно говоря такие одиноки здесь ребята и какой-то не вот негодяй может там взять что-то там наколдовать там куда ночь на кладбище пойти там я не знаю что то сделать и нам вот этого будет плохо если мы это допускаем что нам от этого будет плохо нам от этого может быть плохо но если мы уверены что там никакие потуги этих лиходеев не ничего в ровном счете нам сделать не могут это вот как образно говоря там да да полукалеченные люди пытаются такого спортсмена обидеть или побить но почему говорю полукалеченный то что любой лиходей это душевный коллега вот и вот эти вот коллег покалеченные люди пытаются какому-то здоровому сильному человеку что-то сделать но это абсурд и нонсенс это возможно только тогда когда это здоровый человек сядет ножки свесит и скажет ну что ж давай режь мне горло собственно говоря вот а так никогда вот так опять же продолжая по поводу образом берем чист немножко волос берем этого человека нашего хорошего берем немножко волос берем немножко одежды не стира на его который был бы там его под его там другие жидкости на ней вот и опять же можно сделать это куколку делаем куклу из этой одежды прикрепляем на нее волосы на ночь допустим кладем эту куклу под человека вот если под кровать как-то где человек спит и либо словесно тому же как он есть специальные наговоры но словесно говорить о том что что образ пусть перейдет на куклу но не энергетика то есть создаете образ этой кукле этого человека вот биологические частицы которые там есть будут этот образ усиливать и эту куклу нужно снести в какой-нибудь пустынный участок где ее никто не найдет где никто и на него здесь и допустим там на чердак или там на конь дачу заброшенную свою там тоже на чердак куда-нибудь положить ну там чтобы ничего с неплохого не просто чтобы она не сгорела чтобы не истлела ничего было целости и сохранности и вот это приходи будет все свое лихо отправлять собственно говоря на эту куклу а вам ничего от этого не будет вот вот так вот там если кому-то интересно там какие-то нюансы всех этих техник уже деталях просто останавливаться на этом сейчас думаю что не будем ну как можно сказать допустим когда куклу положили под человека то опять же своим внутренним взором при помощи своих способностей установили связь между биологическими частицами которые на этой кукле человека сделали канал и потом сделали как слепок с энергетической формы человека и перенесли его на эту куклу затем можно собственная энергия затем либо же энергии человека этот образ усилить вот эту куклу усилить можно даже собственной энергией раздуть эту куклу несколько больше чем собственно энергетика человека чем избить стопы этого лиходея и тогда уже ее переместить в какое-то место вот как еще можно лечить человека значит дистанционно но это способ такой уже крайний когда человек при смерти которому сейчас скажу он очень ответственным можно со всей ответственностью подходить пример вот человек в крайне тяжелом состоянии и может скоростью погибнуть умереть тогда что можно сделать тогда можно взять жизненную силу другого человека но обязательно родственника и переподключить ее к этому больному чтобы от этого человека вся жизненная энергия текала умирающим да понятно что этот человек от которого жизненная энергия уходит он тоже заболеет но заболеет не смертельно вот так вам необходимо всю эту механику выстроить чтобы отток энергии был не глобальный но достаточным для того чтобы тот другой начал выздоравливать вот можно сделать чтобы этот отток энергии шел от нескольких родственников допустим большая семья и вот они хотят поддержать страдающего умирающего своего родственника родича и вот нескольких родственников можно направить потоки этот человек начнет выздоравливать те люди от кого энергия уходит они конечно могут почувствовать себя несколько хуже но это по крайней мере это должно быть все осознанно делаться осознанно вот таким образом вот можно лечить вот но можно от животных точно также брать некую энергию если к примеру вот вы где-то ну собственно говоря так можно и сам у себя лечить если вы к примеру где-то там далеки от других людей и с вами только конь либо с вами там пес собака вот либо какое-то другое лесное животное то вы можете попросить позаимствовать энергию энергию животного там обратиться к нему потому что нужно твоя помощь там и так далее я не хочу сейчас носить никакие шаблоны потому что все эти слова должны исходить из души то есть от внутренней сути человека врачи согласно ситуации обращенные другому живому существу и взять энергию у этого другого живого существа для того чтобы поправить свою либо же поправить энергию другого человека если примеру знаете что человек ушел куда-то в горы с собакой да и что-то там с ним случилось вот и если примеру вашей энергии энергетики почему-то каким-то причинам не хватает или не можете туда пробиться но это неважно это нюансы аспекты то можно использовать вот энергии друг другого живого существа живой сущности которые есть рядом можно также использовать энергию не физического существа если ваш внутренний взор если ваше видение развито настолько что вы видите не физически существ которые находятся там рядом с нужным для оздоровления вам человеком то можно использовать энергию их то с ними нужно договориться пообщаться попросить вот и уже при помощи этого воздействовать но это такие уже экстренные случаи когда наверное нужно так вот быстренько оздоровлять лично человека ну вот наверное так смог ответить на его на вопрос владимира алексей хорошо так хорошо идем дальше идем дальше идем дальше кстати но прежде чем дальше пойти такое небольшое еще добавление от меня чтобы разнести ситуацию вот это же не просто так упоминаешь слово рот а рота и многие другие понятия они все сводятся к современному представлению генетика генетически близко и так далее генетика это гены так вот если мы начнем разбираться там из чего все это состоит и как стоит мы придем к определенной кодировке то есть уникальный набор генетически говоря современным научным языком у каждого живого существа на этой земле а если так то есть и уникальный набор для определенного рода в том числе есть уникальный набор для определенного рода с точки зрения всевышнего который организовал здесь все да который нам дал жизнь и упорядочил так далее и есть генетический например набор для жителей земли всех то есть в зависимости от того куда вы подключаетесь на какой уровень вы можете работать как индивидуально со своим близким человеком так и не со своим близким человеком так с группой людей близких или не близких если вы ощущаете тот код то устройство родовое крови которые в них есть я не предлагаю как сейчас подумать кровь слово произойдет кровь выпускать и через это работа нет это не наш метод я имею ввиду кровь ну с высшей точки зрения то есть по роду поэтому слово генетика применяется чтобы не доводить людей до каких-то соотношений каких-то мыслей глупых вот поэтому не когда говорят вот кто-то может перехватить конечно может перехватить но одно условие он должен находиться в этом роду и его приемник передатчик должен работать на той частоте на которой работаете вы на которой работает ваш ген потому что ген это шифровка вот вы посылаете к своему родственнику что-либо мысленно вы посылаете в кодированном варианте по вашему роду по на по вашей генетике и он получает эту информацию уже сразу автоматически дешифрует если кто-то попытается перехватить в худшем случае для вас он просто этот канал отрубит но станет как загородительная стена и что там не получится чистом виде передать но помехи создаст но понять что-либо это ему будет очень тяжеловато на это будет уходить какое-то время нужно будет создать образы нужно что-то декодировать потом нужно создать новые образы в вашей кодировке и что-то дослать это целый-целый процесс время уже ушло вы уже в другом пространстве уже в другом времени и можете быть недосягаемы поэтому прямой перехват возможен только в том случае если это ваш родственник но опять же если это ваш родственник и он оказался лиходеем ну поздравляю в вашем семействе появился выродок вот конечно поздравляю в кавычках но как правило родич родичу просто так ничего дурного не желает вот такое дополнение благодарю за дополнение очень полезно и всем остальным так идем дальше идем дальше виталий из эстонии реплика эфир от виталия в мироздании записана такая чудная фраза не просят не лезь то же самое и тут ну тогда лечить лечить там кого-то вот хочу вылечить всех хочу вылечить сидит человек в тихушке на кровати с пеленой я хочу всех вылечить успокойся дружище нет нет я всех вылечить я и вас вылечу да так ну здесь про бабушку реплика от виталия что а нужно ли бабушке было перечить дорогу да нет я же рассказываю это в каком фильме там про слепого есть вариант и про бабушка есть вариант когда вот идет бабушка сумочками такая еле-еле дыша остановилась передохнуть как раз около перехода и там включается зеленый свет и добрый мужчина в хорошем расположении духа думает что бабушка остановилась ждала зеленый свет но не решается пойти потому что то ли зрение неплохое не то ли еще что он подхватывает ее несет на другую сторону пытается выбраться но наша слабенькая старушка не может что сделать он на ту сторону перевел довольный ушел вот бабушки теперь нужно ждать опять сигнал светофора чтобы вернуться на ту сторону где нашла и идти домой но во второй раз аналогичная ситуация но бабушка уже не стерялась как дала ему этими там то ли сумкой то ли клюкой по башке чтобы он не занимался самодеятельностью вот из этой же серии не нужно не лезь идем дальше вопрос от натальи рыси здравия рират знакомы ли вы с книгой йога вас дальше внимательно васиштха васиштха если да то что вы думаете о философии которая в ней изложена благодарю рыси за вопрос я не знаком с этой книгой соответственно не могу ничего прокомментировать может быть кто то из наших слушателей знает может тогда можно подискутировать и поговорить об этом темно темнота идем дальше дальше виктор леонидович вопрос эфир от велемира если просто проводить так проводник по чему почему произошла фраза наполнился энергией уточните разъясните велимир здравия благодарю за вопрос тут действительно вот я упустил этот момент но касается больше же собственно говоря технического такого момента да действительно проводник и через нас все это бежит проходит но допустим своем моем случае когда нужно вот так вот воздействовать я образно говоря устраиваю за пруду да то есть вот как река течет своем потоке мне нужно единовременный чтобы такой больше ну это след того потока который есть в данный момент немало силы этого потока мало я устраиваю за пруду и наполняют свой энергетический центр энергии его наполняю я ее концентрирую концентрирует концентрирую но прежде чем прежде чем отправлять свою энергию куда-то дистанционные кого-то воздействовать я в полной мере наполняя все свои телеса то есть в обычном варианте энергии она проходит проходит и проходит там ну как на там как по горному ручью вода но вот перед тем как воздействовать я наполняю свои телеса полностью энергии там просматривать образно говоря каждый участок свое тело что был наполнен обращая на это внимание потом создаю огромную такую запруду вокруг себя она иногда может достигать размеров там метр два вокруг иногда десятки метров иногда сотни метров вокруг иногда там покрываешь какие-то регионы и на конце концентрировав такую энергию и и уже ее и тот поток который через тебя идет и и тогда уже направляешь то есть усиливаешь свое воздействие вот но при этом ты не являешься ограниченной батарейкой а ты все-таки через тебя этот поток проходит нужно устроил за пруду и вот таким образом массировано воздействовал вот что касается еще энергетики тут я еще на самом деле об этом не сказал то но опять же вот с точки зрения моего видения всего этого процесса с точки зрения того что ко мне приходит то энергия бывает разных типов вообще то что к нам поступает это неоднородно как бы это так более объяснить чтобы стало сразу понятно но вот в целом энергию я вижу как такой золотой поток образом говоря да вот но это как бы общая энергия да то есть собственно говоря бал не оболочка но как вот масса костяк но в этой энергии еще есть сердцевина вот в моем случае это сердцевина цветные обладают этой нет тоже энергия но она более действенном более концентрированная и она по ее типу по ее собственно говоря цветовому образу я понимаю на каком этапе развития я сейчас допустим там нахожусь или в каком состоянии я сейчас нахожусь потому что когда я устраиваю вот эту запруду я при помощи этой вот концентрированной энергии специальной энергии скажем так потому что она в принципе для каждого дела она специальная и саму энергию саму энергию я пропускаю ну как поток да она идет но вот что касается относительно этой энергии этой энергии я делаю уже некий запрос я привлекаю сознательно себя определенный тип энергии вот и этим типом энергии я наполняю свой энергетический центр причем увеличиваю свой энергетический центр так что выходит за пределы моего тела и причем гораздо не просто энергетика там энергетических сфер там скажем так из общей энергии делаю гораздо выше гораздо больше своего собственного тела но и вот эту специальную энергию я накачиваю до очень больших размеров концентрирую крайне концентрирует и основное воздействие основное лечебное воздействие происходит именно вот этой специальной скажем так цветной но это в моих понятиях моих представлениях цветной энергии вот она там может быть красная может быть синий в этом энергетическом центре зеленые фиолетовые цвета разные она может сочетать себе несколько цветов сразу вот этому почему я может быть так не особо конкретно во всем этом говорю во первых потому что не хочу создавать шаблоны у других людей здесь очень в этой теме очень человек этому подвержен может сейчас наслушаться что-то модерат говорит что вот так так может быть и у себя создает эти шаблоны а в его сути по его сути может быть немножко все иначе то есть что значит иначе ему может быть свойственным другой может быть немножко вот образ энергии там у меня образно говоря допустим воздух у него может быть там я не знаю вода огонь там как угодно то есть чтобы не создавать шаблонов в его видение как он это видит какая его природа чтобы не воздействовать на его природу не создавать этих светофильтров или шаблонов так вот и я создаю этот энергетический центр и уже из этого энергетического центра воздействия, причём при помощи этой специальной энергии можно как лечить, при помощи неё можно же и обороняться, при помощи неё можно же и наступать. И того же существуют какие-то специальные техники, но вот о специальных техниках я распространяться не буду, потому что эти знания пришли именно мне, и вот уже именно специальные навыки, я просто внутренне ощущаю, что не стоит их рассказывать, потому что, во-первых, каждому, кому это должно, он, во-первых, то есть каждый, кто должен по жизни скажем так, по ну, как бы так, по роду этим овладеть, ну, он уже и так слушает нашу передачу, скажем так, но и к нему придет свое, когда он откроет свой мир для этого, для рода, когда он откроет, поймет, что он готов к этому. К нему придет и техники, и к нему придут и способности, и все остальное. То, что мы сейчас делаем, это передача просто для того, чтобы направить внимание человека, обратить внимание и взор в эту сторону. Поэтому я все-таки прошу людей, кто нас слушает, понять, что мы здесь особо сидим не для того, чтобы какие-то специальные техники вам рассказать, а для того, чтобы обратить ваш взор и, возможно, направить тех, кому это близко, на это, может быть, что-то подсказать. Вот, но все равно здесь очень важно, чтобы, скажем так, деды вас призвали, собственно говоря, потому что, если вы сами будете стучаться отсюда туда, это малоэффективно, и можно даже, вроде бы ты и делаешь все нормально, оказаться в какой-нибудь психиатрической клинике. Вот, но чаще бывает оттуда, когда оттуда тебе как-то уже выходят с тобой на контакт, или знаки, или просто дают какие-то поводы, подсылают информацию, тогда уже это, как говорится, много званых, малоизбранных. Я не говорю, что там я какой-то избранный, или вообще те, кто занимается этим, избранные, но каждый это может сделать, каждый может так себя развить, но для этого нужно стать хорошим проводником. вот как каждый из нас станет достойным проводником, тут же сразу все это откроется, и, грубо говоря, когда вы усовершенствуете себя, свой механизм, свое внутреннее сознание до возможности исполнения определенной функции, тут же эти функции к вам придут, но если ваши вибрации не соответствуют, к примеру, этим темпам, то если вы попытаетесь переходить на какие-то более высокие вибрации, то вы можете просто разрушиться, то есть если вам положено выполнять, как в какой-то книге написано, не буду ее рекламировать, но просто в какой-то книге написано, что если этому организму, там механизму заложено выполнять 5, допустим, движений в секунду, если он начнет выполнять 10 движений в секунду, то просто разрушится. Вот так и здесь, что пока если еще не получается у вас, если не приходят какие-то знания, если не приходят техники, если не получается работать с энергией, то, значит, еще не время. Занимайтесь самосовершенствованием, и все это придет. Алексей. Так, дальше от Солнца вопрос в эфир. Захар, здравие. Что такое ТХ? Благодарю. Ты уже ответил на этот вопрос. Если хочешь, можете дополнить. Ну, что, энергия, как бы так, разделение, разрушение. То есть, что-то... У нас же идет цикл перерождений. Рождается, умирает, рождается, умирает. Это ТХ, это, собственно говоря, разрушение для будущих созиданий. Вот, ну, как-то так. Виктор, вопрос в эфир. Захар, лечение происходит через центр Хара? Да, да, да. Да, через центр Хара. Но я не хотел бы привязываться к каким-то терминам. Я сразу в передаче, в самом начале сказал, что то, о чем я говорю, это собственный опыт. Откуда это все пришло? Я даже, на самом деле, не задумывался. Ситуация в этом плане со мной какая? Вот, в большей степени, это как водить автомобиль. Вот, я веду этот автомобиль, этот автомобиль многофункциональный. Но при этом я не вдаюсь в сложность устройства работы двигателя, внутреннего сгорания или там тормозной системы, по каким принципам они работают и так далее. мне достаточно того, что я могу управлять этим автомобилем во всем совершенстве. То есть, использовать его в полную силу. А как он работает, за счет чего? Я, конечно, постепенно что-то подмечаю, отмечаю, сравниваю, понимаю. Но вот утверждать точно, что там через центр хара, не через центр хара. Конечно, в большей степени через центр хара. Но иногда так бывает, что центры хара вообще не имеют здесь никакого отношения. Вот, когда я говорю, что там из тела вышел и пошел, вот, там, в свои руки, там, или вообще зашел в другого человека, в свои руки, там, внутрь другого человека ввел, там, или еще. Тут центр хара особо, скажем так, там не используются другие какие-то способы. То есть, да, центр хара можно использовать, но можно иначе. Здесь все ограничено только лишь вашим намерением, вашей волей, вашим желанием. Вы, занимаясь этим, получаете неограниченную возможность творить, неограниченную возможность творчества. Здесь вы можете сделать все, что угодно. Вы, почему еще не сообщаем, специальные техники, чтобы не ограничивать вас. Потому что некоторые как, вот он выбрал одну какую-то технику, вот с этой техникой всю жизнь, всю жизнь, вот он там, а так и лечит. А здесь работа с энергией, это необозримые возможности. Образно говоря, перед вами огромный океан. Как вы будете использовать эту воду, какими способами вы ее будете зачерпывать, какими способами вы ее будете перемещать с места на место, это ваше творчество. Я могу вам предложить вариант, что воду можно зачерпывать ведром, выливать в ковш, и по шлангу она будет перетекать в другую сторону. Но это мой вариант. Вы можете придумать какой-то другой способ, образно говоря, переноса этой воды. То есть здесь все зависит от вашего творчества. И центр Хара, конечно, это очень важно, но возможности творения, возможно, вы сможете сделать так, что у вас будет не один центр, а у вас будет несколько центров. Возможно, вы сможете сделать так, что вы будете не один, а едины во множестве. Возможно, вы сможете сделать так, что вы сможете присутствовать в разных местах одновременно. Вы сможете присутствовать в разном времени, в разных мирах одновременно. Это всё зависит от вас. Поэтому не ограничивайте себя какими-то шаблонными представлениями. Дерзайте, смотрите, сколько вам будет дадено, скажем так, и что показано. Алексей? Так ты это рассказываешь, можно найти другого человека, так представляется. Иду я как-то гуляю, смотрю, человек хороший, красивый, чистый, думаю, дай-ка зайду и зашёл. А потом думаю, а с виду ты был красивый такой, чистый, а внутри гниловатый, с гнильцой, как бы теперь выйти. А как вот, смотри, а как вот, это ж тоже, ну, не то, что как. Хочу просто немножко пояснить, рассказать на эту тему. Ты знаешь, вот в некоторых людей входить очень сложно. Вот сейчас мои слова были похожи, наверное, на монолог какого-то человека из психиатрической клиники. Там какого-то человека входить очень сложно. Но это просто определённая психотехнология. И, ну, просто вдруг кто-то вот сейчас включил, и тут услышал слова Ари Рада о том, что у другого человека входить сложно. В общем, вплоть до того, что физически ощущаешь сопротивление. Вот очень-очень тяжело в него проникнуть. Ты сейчас не про эротические сцены с случаем рассказываешь, нет? Нет, нет, не про эротические сцены, никоим образом. Но ты когда в энергетическом образе своём из своего тела вышел, объеделся, посмотрел, запомнил всё, как там осталось, всё правильно, хорошо, безопасно. И, значит, вот видишь другой человек рядом с тобой сидит, лежит там. Ну, пациенты чаще лежат. И ты вот как бы всем своим телом целиком входишь в него, погружаешься ногами, руками, головой, то есть как бы заходишь в него полностью. И ощущаешь его тело, образно говоря, как своё, как пиджак, надетен на тебе. Ощущаешь все его проблемы. Потом, можно, находясь уже в нём, привлекать потоки своей энергии, прямо там целить, да, находясь в нём. Можно выйти, выйти и вот своими, образно говоря, энергетическими руками воздействовать на этот больной участок, так через руки проводить. Потому что у нас на ладонях, на ладонях и на ступнях, можно сказать, такие наиболее активные энергетические центры, откуда, ну, в груди, вот центр Хара, на ладонях и на ступнях, такие, можно сказать, ну, как бы так, аналогии. Иногда не хватает терминологии. То есть такие, как сопло у ракеты, вот, так же у нас в этих частях выходит энергетика. И вот эта энергетика, которая выходит у нас из ладони, из рук, мы можем воздействовать на этот болезненный участок физического тела другого человека. Алексей? Я понимаю, что ты говоришь, просто мне хочется, чтобы наши радиослушатели это все поняли. Был случай такой, когда ехали на машине, я рулю, вот, и человеку стало плохо, рядом прям. Вот надо было умудриться ехать, нельзя было остановиться, умудриться, надо было войти в него и вытащить оттуда эту фигню, выбросить. Занятно это было такое, непередавая ощущение. То есть продолжаешь рулить и в то же время там. Ну, да. Интересно. Ну, ладно, идём дальше. Идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замутища. Рират. Есть мнение, что человека может эффективно лечить только тот, кто ломаного гроша не даст за больного. Иначе имеет место сила жалости, мешающая принять решение. Ты жестокий лекарь? Ну, я не жестокий лекарь, но я достаточно жёсткий. Ты тиран? Нет, не тиран, не тиран. Нет. Просто, ну, я требую что-то от пациентов. Не хотят они выполнять. Ну, значит, наверное, может быть, либо не готовы ещё, либо, ну, как-то так. Но требовательный, я очень требовательный. Пациенту, возможно, я не до конца пришёл к такому положению, которым пишет Владимир Замутищ. Я, возможно, до самого конца не могу абстрагироваться от пациентов. Я очень люблю всех своих пациентов и очень сопереживаю им. Ну, как сопереживаю. Я разделяю с ними их страдания. То есть я понимаю, что с ними происходит. Я понимаю, насколько им тяжело бывает. И я морально их поддерживаю внутри себя, когда это нужно, и когда это нужно, внешне поддерживаю. Вот. Но такое выражение, как «ломаного гроша не дашь» в отношении себя, в своей практике, я бы перефразировал так, что я не ставлю для себя целью достичь какого-то конкретного результата. То есть я не ставлю для себя целью сделать так, чтобы человек выздоровел. По крайней мере, не ставлю для себя целью сделать это больше, чем хочет сам пациент. То есть вот насколько хочет выздороветь пациент, примерно такие же цели и у меня. То есть ну что это значит? То, что у меня нет заинтересованности в конечном результате. То есть я для себя, то есть все свои помыслы я возлагаю на богов. То есть вот как решат, как задумано, как суждено, так и будет. Вот. И даже делая некоторые техники, ну вот единственная энергетическая техника, которую я делаю с пациентами, это техника горячего дыхания. Вот. То есть ну я не рассказывал в передачах. Ну берешь и вдыхаешь свою жизненную энергию в человека, который является твоим пациентом. Иногда это нужно. Вот. Все. Более никаких энергетических техники не делаю. И то, и то технику, если я делаю, то по полному согласованию объясняю, что это, как, для чего, что я передаю свою жизненную энергию вам, что вы вылечиваетесь и так далее. Так вот, даже тогда я делаю, что я прошу богов вложить силу в свои руки мои и сделать так, как нужно вам, им. Вот. Как нужно им. То есть я никогда не вкладываю, скажем так, свою хотелку в то, чтобы вылечить пациентов. Я полагаюсь на волю богов. Вот. Я лишь знаю, что мне нужно сделать идеально то, что на меня возложено. Для того, чтобы я сделал это все идеально, мне нужно исключить эмоциональную составляющую. Потому что иногда бывают такие случаи, когда, если ты начал бояться, если у тебя там обуял страх, а это бывает, ну, там, допустим, тяжело больные, и нужно провести какой-то сеанс, какую-то процедуру. И ты понимаешь, что эта процедура, допустим, может в какой-то мере ухудшить его состояние. Но может ему и очень помочь. И вот если здесь ты начинаешь испытывать страх, а вдруг там что-то не так, то очень часто ситуация, ну, слава богам, у меня такой вроде бы ситуации таких не было. Вот. Но ситуация может развернуться не в твою пользу. Сомнения, любые сомнения, которые появляются до процедуры, к ним нужно относиться очень внимательно. Вот. Я к своей интуиции отношусь очень сильно, ну, в смысле, с большим почтением. И если у меня возникает какая-то такая мысль о том, что вот не надо этому человеку этого делать, я настораживаюсь, я никогда это не буду делать. Я найду какой-то способ обойти это, применить какой-то способ с примерно таким же силой воздействия, с примерно такой же силой воздействия на пациента. Но вот то, что не хочу изнутри делать, я не сделаю. И поэтому выражение ломаного гроша не дашь. В моем случае это было бы так, что я не имею конечной заинтересованности. То есть выздоровеет человек, слава богам. Вот. Не смогу я его вылечить. Ну, и ничего страшного. То есть я не гонюсь за собственным результатом, за собственным показателем при работе с пациентом. Ну, вот так, наверное, могу ответить на вопрос. И вдохнул Арират душу человека и стал человек душой живого. Ну, нет, не надо этого. Я не боженька, поэтому чего я вдохнуть могу. И то, что я могу вдохнуть, оно с неба дадено, с небес, скажем так, дадено. Ну, хорошо. Владимир Азматич, практический вопрос в эфир. Арират, у супруги после родов указательный палец правой руки болит и плохо гнется. Что может быть? Ну, указательный палец – это всегда проекционная зона толстого кишечника. Если правой руки, то это слепая кишка, восходящая часть толстого кишечника. Вот, ну, может быть, какой-то гипертонус также. И вот сухожилие там где-то живу потянули. Там может быть где-то поджато что-то в области позвоночника. Там нужно промассировать в плече, посмотреть. Там в области седьмого шейного позвонка там есть нервные окончания, которые могут радировать в руку. Ну, то есть обратить внимание на толстый кишечник, в области его восходящей части, вот, и на слепую кишку. Ну, и также область седьмого шейного позвонка, область ключицы, трапеции, с одноименной стороны посмотреть, с правой стороны. Там размассировать. Может быть, при массаже найдется такой нерв, который эрадирует прямо в этот палец. Такое вполне возможно. Это вот если массировать область трапеции и ближе к ключице. Ближе к ключице, либо по задней стороне трапеции, там, где прощупывается верх лопаточной кости. Вот там. Вот там бывает, что массируешь и нащупаешь нервы, которые прекрасно там в пальцы отдают, в локоть отдают. Так что поищите там. Покопайтесь и найдете. Так, вопрос в эфир от Владимира Змытища, Рират, Житейский опрос. Я тысячу раз зарекался давать советы. Ибо бывает, извратят мой совет до такой степени, аж тело гусиной кожи покрывается. Как ты выходишь из ситуации, когда люди неверно понимают сказанное, а потом приходят и бухтят, что ничего не получается? Ну что ж, бухтят и бухтят. Это их ситуация. Ко мне она по большому счету не имеет отношения. Ну понятно, допустим, я дал какой-то совет. Совет люди выполнили неправильно. Прежде всего я прошу человека, приглашаю разобраться в этой ситуации. Спрашиваю, что он сделал, как он сделал. Вот он рассказывает, я ему говорю, что можно изменить. Если человек все-таки желает вернуться к разбору полетов, то есть что я говорил и как я говорил, то есть вопрос извращения, но я спокойно с ним это обсуждаю, может быть что-то вспоминаем совместно. Если действительно я был неправ где-то, то я приношу свои извинения и прилагаю усилия для того, чтобы это все исправить. Но моменты житейские, всякое бывает. И я понимаю иногда, что вообще когда человек приходит и вот так начинает бухтеть, я стараюсь понять, для чего это нужно ему, для чего его бухтение нужно мне в моей жизни. То есть ведь если в вашей жизни появляются такие люди, которые извращают ваши советы, приходят и бухтят, значит для вашего жизненного душевного опыта это важно, это необходимо. И попробуйте понять для чего. Может быть здесь присутствует элемент гордыни. Я не знаю вас, но я предполагаю, допустим, гипотетически, не в отношении вас, а в отношении ситуации, что может быть у вас присутствует какой-то элемент гордыни, и вы каким-то очень так придаете большую важность собственным советам. И возможно из-за этого возникают в жизни такие ситуации, когда приходят люди, которые недослышали, недопоняли. Вот так может быть. Ну так, чисто гипотетически. Мне так это слово нравится. Гипотетически. Такое оно умное-умное прям. Но чисто гипотетически предположим. Хорошо. Елена, 777, вопрос в эфир. Здравия. Получается, что как в сказках, одна сестра отнимает хорошую судьбу у своей и другой сестры от зависти или по какой-то другой причине. Не знаю, возможно ли такое. Такое возможно, на мой взгляд. На мой взгляд, такое возможно. Но это возможно с точки зрения того, о чём говорил Алексей. То есть по роду, когда родичи, они имеют доступ к одному и тому же полю событий, к одной и той же силе, к одному и тому же истоку. И там уже что-то возможно. Но можно перехватить какую-то энергию. Но обычно, сколько я подобных историй знаю, ничем хорошим это не заканчивается. Все эти перехваты. Есть даже в какой-то обычной деревенской магии разные обряды, которые позволяют забирать чужую судьбу. И так далее. Но нужно помнить, что есть ещё у нас богини. Такие доля, не доля, свеча, не свеча. И, может быть, то, что есть перехват, это было заранее предрешено. Но там очень много нюансов. Можно разбираться. Но единственное, что могу сказать, что если человек будет сам безупречен, опять же, возвращаясь к нынешней терминологии, если человек будет хорошим проводником, то вот этого всего можно вообще не опасаться, не переживать. А даже если такое будет происходить в жизни человека, то очень важно иметь в виду такой момент. Мы русы, арии, славяне, одним словом, Народное славянское радио, и мы понимаем, что есть у нас общность, есть у нас боги наши. И боги эти с нами поддерживают связь. Может, мы с ними не особо даже иногда поддерживаем, иногда не понимаем их, но они с нами поддерживают. Так вот, те люди, которые считают, что что-то с ними кто-то может сделать со стороны, просто так, вот другой, по своему разумению, они маловерные, по сути. То есть они допускают, что что-то там где-то кто-то недосмотрел, вот и мне сделали плохое. На самом деле человек сам берёт всё, должен брать, ну не должен, это плохое слово, человек сам может брать всю ответственность за свою жизнь и понимать, что вся его жизнь построена для его блага, в его развитии. И все события, происходящие в его жизни, пусть даже те, которые кажутся ему не очень хорошими, они происходят тоже в его благо. Только он этого не понимает. Вот как в детстве, допустим, малыш обкакался, его родители несут купаться. Он нырёт, не хочет туда идти, но весь в какашках. Понимаете? Родители его моют, ему там не нравится, может, как это вода мокрая на нём. И он думает, что с ним родители делают ужас, что с ним какие-то события ужасные происходят. А на самом деле просто родители ему попку моют, отмывают, и вот какашка. Вот возможно и в этих ситуациях. Это невозможно, а с моей точки зрения это всё точно так же. Когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы, какие-то провалы, там, горестные события, тому прочее, уход людей из нашей жизни, изменение жизненных обстоятельств, это всё направлено нам во благо. Но ежели мы маловерные, мы воспринимаем это как удары судьбы. Ежели вера в Бога, в богов у нас присутствует, то мы понимаем, что во благо это наше, и что деды, родичи наши, они помогают нам таким образом, просто может мы неразумные, чего-то не понимаем в своей жизни. Иногда бывает так, что человек появляется в нашей жизни, тот, который ведёт нас только к разрушению. Но однако же нам очень люб, так вот он нам по нраву, мы хотим с ним быть, и иногда даже уходим от своих жизненных вопросов, от выполнения своих жизненных задач, если так можно сказать. Этот человек нас выводит куда-то в сторону. Этого человека убирает из нашей жизни, или нас убирает из его жизни. И здесь мы можем переживать какие-то трагические ситуации, можем говорить, что вот у нас кто-то украл судьбу, у нас там что-то забрали и так далее, такие-всякие нехорошие. Однако, может, просто рот поправил, откорректировал то, что должно было быть изначально так, а по воле нашей вышло иначе. Поэтому я ко всем событиям, которые в моей жизни происходят, отношусь так, что все мне во благо, какие бы ни были. И в каждом событии я нахожу там хорошее. Вот, допустим, автомобиль поломался, разбился, не знаю, что бы там с ним ни произошло. Благо то, что вот теперь буду более здоровым, буду пешком ходить побольше. Не знаю, в любом, каком бы ни был неблагоприятный поступок, происходящий в нашей жизни, во всем можно понять суть вообще происходящего. Что, какую пользу мы из этого извлекаем? Алексей? Короче, чтобы тебя поменьше парили, не какайся. Вопрос в эфир от Владимира Заметича. Арират. Великие предки использовали для дистанционного лечения потоки вод или течения облаков. Делали то же самое, что и ты, только говорили вслух воде или облакам. А на той стороне, в кавычках, большой, либо больной, либо пил воду, либо смотрел на небо и вдыхал. Зачем ты используешь воображаемые, силовые поля, когда есть земные стихии? Ну, я использую невоображаемые, я использую неображаемые. Просто использую то, что, может быть, те люди, у кого нет внутреннего взора, они их не видят. А не использую воздух. Ну, зачастую, потому что, ну, как бы, посторонних людей я таким образом не лечу. А все мои близкие, родные люди, собственно говоря, по большей части, там, 90% при мне. Вот. И, ну, это проще говоря, мне так проще. Мне проще. Потому что вот это требует дополнительной организации другого человека, да, чтобы он там пошел куда-то, там, там, учил, там, стоял, пил, вдыхал ветер. Это нужная организация двух сторон. А то, что я делаю, достаточно меня одного. Вот и все. Наверное, так. Наверное, так. Но то, о чем ты говоришь, то, о чем ты говоришь, я это использую, но использую для чего? Я использую водоемы, я использую какие-то природные, скажем так, благоприятные условия, как, образно говоря, места силы. Там, где можно в большей степени, где чище вся эта среда проводимости энергии. И в этих местах иногда приезжаю с близкими, и там мы проводим какие-то практики, потому что там все это легче, там не так этого мусора стороннего хватает. Можно, конечно, но вот так, как описал Владимир Змутич, я, кстати, не знал того, о чем он сейчас мне написал, я хочу узнать, где он это узнал, где прочел, тоже хочу прочесть, но можно и так, конечно, делать. Но так нужно два человека, и второго организовать, объяснять ему, что-то делать. А вот так, как я, и ничего особо не надо. Я как раз сам сделал то, что тебе нужно было, взял на себя ответственность, и дальше пошел. Вариантов взаимодействия, на самом деле, огромное количество. Можно наговаривать на ветер, можно наговаривать на поток воды, на дождь, на облака, на солнце, в конце концов, потому что так оно светит. Через звезду, через луну, через корни деревьев, через траву, через землю, через огонь, потому что так или иначе, огнем пользуется. Здесь вопрос, насколько вы это все чувствуете, насколько вы взаимодействуете со стихиями, насколько вы знаете, что тот человек тоже сейчас этим всем пользуется. И поэтому вариантов целительства огромное количество. Другое дело, умеете ли вы этим пользоваться, ведаете ли вы это, или просто вам это кажется. Все очень просто. И еще я, конечно, использую стихии. Я использую огонь, я использую воду, использую ветер. Я очень дружен с этими стихиями, использую землю. И очень люблю эту стихию. Насколько я понимаю, они меня любят. Но единственное, что я хотел сказать, то, что Владимир считает воображаемым, на самом деле, это невоображаемый. И то, что я здесь использовал словесные образы для описания того, что происходит на уровне энергетики, это лишь малая часть описания того, что там есть. На самом деле, для описания вот этой вот силы, которую я использую, нет такого понятия в человеческом языке. Поэтому я что-то там близкое, похожее использую. Ну, там, образно говоря, там ветер еще. И вещи эти невоображаемые. Я проверял. Знаете, с самого начала, когда ко мне пошла такая информация, я думал, что я гоню. Я в самом начале думал, рассказать предысторию, не рассказать. Но, видимо, теперь нужно уже рассказать предысторию. Я сначала думал, что я начинаю загонять, то есть сходить с ума. Да, вот, там, поделился с женой, говорю, вот, тут у меня такая ситуация, какие-то образы, техники приходят, какие-то знания приходят. Они как файл, просто раз, загрузился, и у тебя целостное знание прямо перед глазами, что делать, как делать, что говорить, как двигаться и так далее. Я думал, что схожу с ума, ну, по-своему. Потому что там был такой интересный период. Я, можно сказать, так встретил своего орла. Ну, это такое понятие образное в моей голове. Вот, у меня появился, это тоже еще один аспект, кстати, вот этих вот, всех психотехник. У меня появился орел, да, то есть вот спутник. Индейцы, ну, чтобы вам, опять же, на словесном образе понятнее объяснить, индейцы считают, что, вот у них есть такое понятие, тоже встретить своего орла. когда индейцы там встречают своего орла, они считают, что они встретились со своей душой, там, со своим духом, вернее. Вот, так и вот, ну, образно говоря, я встретил своего орла. То есть, там все, меня жена, значит, сподвигнула, говорит, поехали на дольмены, поехали на дольмены. Это было очень давно. Поехали, да поехали. Я говорю, какие еще дольмены? Вот, что я там забыл на этих дольменов? На что я туда поеду? Вот, и всячески там отказывался, но она настояла, говорит, я говорю, сейчас это вот ты туда ехай, непонятно, что там, воду с собой нести, палатки нести и так далее. Зачем оно все это надо? Ну, я тогда далек был от этого всего. Это вообще самое начало, с чего, скажем так, начинался орерат. И она все-таки говорит, поехали, я хочу, поехали. Ну, приехали мы на этот дольмены, сидели рядом, наблюдали, ощущали всю эту красоту. И там, она у меня психолог, и там она провела со мной определенную технику, так называемую, ну, там, гипнотическая, погружается человек, гипнотическая, идет работа с его подсознанием. И там был смысл в чем? Восхождение на гору, есть такая техника, восхождение на гору. И вот ты вот идешь сначала там по лесу, все это описываешь, какой лес там, какая дорожка, тропинка, по которой ты идешь, кого ты встречаешь по этому пути, потом залазишь на эту гору, залез туда на самой, там, посередине, что где. И вот, когда я был примерно посередине горы, я увидел орла, который меня сопровождает. И вот, потом залез на эту вершину, там тоже определенные там описания, что я там увидел на этой вершине. И орел все время был со мной вместе. И с того момента я почувствовал, что я нашел своего орла, что этот орел постоянно со мной. И более того, я научился с ним общаться. Я научился с ним общаться, вот мог так обмениваться эмоционально, даже какими-то образами. Но опять же, это понятие, вот то, что я говорю, сейчас кто-то послушает, скажет, что он все, орелат настоящий, сумасшедший. Нет, я абсолютно социально компетентен, просто вот такие процессы происходили в моей душе. И после того, как я там на вершине, на этой горе, где был Дальмен, встретил своего орла, там я встретил еще двух людей, которые, вот понятие, насколько случайность и не случайность, что в одно и то же время мы были там на вершине буквально в течение может быть часа, двух, и в это же время приехали тоже люди из того же, тоже из Ростова, откуда и я, и в это же время попали на то же самое место, где я был там, то есть, ну, ряд таких стечений обстоятельств. Я познакомился с ними, потом познакомился с другими людьми, уже от этих людей получил, там, грубо говоря, 3 терабайта информации, через эту информацию я стал просыпаться, как-то стал больше в это все как бы вникать, на виду, вот там, славянское движение, что, и затем уже, это было очень давно все, и затем, вот после этих событий уже я начал заниматься там сначала массажем, потом уже дальше целительством, то есть, это были мои первые шаги, собственно говоря, вот, и, вот, все эти, работа со стихиями, вот, со всем этим, это все знакомое, и, как бы, то, что происходит внутри меня, и то, что потом какие-то техники приходили, для части этих техник, для вот, что я внутри вижу себя, нет, нет точного описания на человеческом языке, может быть и есть, но они мне неизвестны, и сравнивать это с ветром, с водой, там, или с землей, или еще как-то, это достаточно относительно, это просто похожие образы, но, на самом деле, это совсем, ну, это иначе, есть, скажем так, для меня, по крайней мере, в моей жизни, вот, в моей душе, там, хобби, там, это мое душевное, не знаю, как сказать, есть мир видимый, есть мир невидимый, и можно, конечно, для того, чтобы достичь быстрого результата, на любом уровне состояния сознания, использовать какие-то практики, использование практик, которые усиливают, твое, ну, говоря языком Карлса Кастанеда, усиливают твое намерение, собственно говоря, что есть ритуал, что есть какие-то практики, да, которые вот, наговоры на воду, там, на воздух и так далее, это усилители твоего намерения, то есть, все равно, желание и цель произвести какое-то воздействие зарождаются внутри тебя, в Харе, в твоем центре Хара и так далее, и дальше уже, наговор на воду, на воздух, там, на что угодно, на землю, на растения, там, на солнце, на звезды, он происходит, как бы, то есть, ты делаешь определенные действия, которые порождают внутри тебя уверенность, что так и будет, уверенность, что так, причем, неотъемлемая, непоколебимая уверенность в том, что будет именно так, как ты этого хочешь, это и является основой всех вот этих практик, основой всех тех практик, о которых я говорю, так вот, ритуал, наговора, там, еще каких-то действий, это, собственно говоря, действия, которые укрепляют тебя в твоей цели, в твоем намерении, в твоем желании достигнуть этой цели, но если ты и так крепок в ней, то можно обойтись и без этого, вот, и что касается еще вот, Владимир сказал, воображаемый, да, действительно, тут нужно, я об этом говорю в начале передачи, что нужно различать образы фантазийные, которые возникают у тебя, которые ты сам рисуешь, изображаешь, как бы ты хотел видеть свою энергию, и образы те, которые есть уже в тебе, то есть, любой из нас, ведь человек это огромный и мощнейший понятийно-сенсорный, любой человек в любой момент времени может получить любую информацию, которую пожелает, и каждый ее получает, только не каждый может воспринимать это послание, не каждый может его прочесть, но если настроить свой внутренний приемник правильно, хорошо сделать этот аппарат тонким, очень хорошо работающим, то мы все прекрасно будем все это понимать, так вот, начало с того, что вот я думал, что я сначала с ума сошел, вот это вот, то, что на гору поднялся, это был первый момент, и потом начали приходить техники, я обратился к жене, говорю, вот такая-такая ситуация, думаю, что я, наверное, схожу с ума, как быть, как проверить, она говорит, ну, есть вот такая штука, аппарат Кириллиана, он там делает снимки, иди туда проверить, иди туда проверься, а первые техники, которые мне стали приходить, это техники, направленные на самого себя, то есть, как в самом себе за доли секунды очень быстро сдвинуть все показатели по энергетическим каналам на максимальную мощность, вот, мне стали приходить такие техники, я там начал, вот, как бы сейчас могли сказать, что-то придумывать, или воображать, что вот я там наполняюсь энергией, да, вот, и мы пошли вдвоем, там, с супругой на этот аппарат Кириллиана, значит, там замерили мою обычную энергию, то есть, я вот просто пришел, сижу, там они сделали снимок энергии, там, портрет такой, вот эти вот все показатели, цифровые уровни, и затем, я попросил сделать повторно, буквально через там 3-5 секунд, она сделала повторно, и у меня до сих пор эти бумаги хранятся с этими показателями, и я получил, результат 9-10, там, десятка это максимальное значение, то есть, 9-10 по всем энергетическим каналам, то есть, все мои чакры работали на максимальной высоте, и я понял тогда, что те техники, которые я получаю, это не гон, что они действительно работают, потом я дальше стал читать, ну, подобную литературу, для того, чтобы, я ее читал, для того, чтобы найти где-то у кого-то подобное описание, и стал находить у тех или иных авторов, что-то похожее, причем очень похожее, и когда я читал, те техники, которые мне приходили у других авторов, у меня буквально в смысле шевелились волосы на голове, я тогда, вот в эти моменты, я осознавал, что, понимаете, я физически тогда осознал, что, помимо нашего видимого мира, существует еще глобальный мир невидимый, и в эти моменты, я как физически к нему прикоснулся, и с тех пор я, не то, что в этом убежден, или я в это верю, я в своей внутренней жизни, в своем внутреннем мире этим живу, вот, и здесь я бы не сказал, что это воображаемые облака, или ветер, это просто чуть-чуть иначе, нежели, вот, вы, Владимир, ну, у вас видение такое, у меня другое, другое, ну, мы, может быть, в чем-то немножко разные, Алексей. Вменяемый, говоришь? А справочка-то есть? Справочка, да. Что ты не Наполеон? А вдруг там, чего, на дольменах подхватил? Да, да, ладно, идем дальше. Кстати, знаешь, как ножи хорошо затачиваются? У меня вот есть мачете, я его никогда в жизни не точил, купил на авторынке, знаешь, вот, и это, оно такое, никогда, ни в коем случае не будет холодным оружием, там сталь такая, ну, обычная, какая-то, не боевая, вот, и никогда в жизни не точил, первый раз взял, когда поехал там какой-то раз на дольменах, и он там так наточился, представляешь, что я в шоке был, я потом начал о нее резаться, вот, тупая железяка была, вот, а тут резаться начал, и вот я несколько, каждый год, несколько раз в год езжу, и все время точится, и не тупится, понимаешь, вот до сих пор у меня это, уже штуковина, я ее использую там, иногда на даче, там, в каких-то хозяйственных делах, но все время с собой, и когда я на дольмен еду, беру с собой, тут она уже сама это, значит, лезвие уже там полузаржавело, еще что-то, острое такое, вообще, честно тебе, то есть, настолько мощно воздействует, я потом и другие ножики брал, вплоть до домашних туда, затачивается, знаешь, вот не хочется, лень точить, взял туда, в дольмен отнес, полежали, все, заточились. Экономно ты, на брусочках экономишь, тебе проще сгонять туда, бензину потратить, вообще опасный ты, товарищ, опасный, с мачетом ходишь, заточенным в дольменах, ну ладно, вопрос в эфир из ютуба, от Мирославы, из Киева, Украина, так, Мирослава, Киев, Украина, понятно, и так, просто, так нравятся подробности, я думал, Киев у нас где-то еще, из Крымых, Украина, ну ладно, хорошо, посмеялись дальше, здравия Рерат, как воспринимать, и отнести, к ситуации, в которой ты помогаешь исцелиться близкому человеку, прикладываешь немалые усилия, а в результате легкое послабление на короткое время, и отсутствие глобального, целебного результата в целом. Здравия, Мирослава, благодарю за вопрос, но здесь же мы уже говорили об этом, что ежели не суждено, если как бы не дано, если вот прикладываешь усилие, не получается, ну что ж, значит суждено так, что еще надо поболеть, я, если вопрос от меня, как я к этому отношусь, ну никак не отношусь, ну я в любом случае не унываю, я в любом случае продолжаю, продолжаю планомерно, целенаправленно двигаться в вопросах его оздоровления, если это касается моего близкого, или там даже пациента, то есть вот я делаю все, что от меня зависит, вот не привязываясь к результату, конечно я корректирую свою работу, исходя из результата, но я эмоционально не привязываюсь к этому результату, получается хорошо, не получается, будем еще стараться, вот так. Хорошо. Да, самое главное, опять же, не перейти на вариант такой, нати детка таблетку, приходи еще за одной. Ну да. Ну вот, как в анекдоте, а вы что, их едите что ли? Так, Настя Рысь, вопрос в эфир. Арират, в некоторых случаях лечение может принести человеку вред вместе с начальной временной пользой. Когда эффект от лечения проходит, болезнь наваливается на человека с удвоенной силой. Часто это происходит из-за того, что пациент не разобрался со своим внутренним миром, откуда и исходит болезнь. В таком случае, лечить человека, значит принести ему еще больше вред. Были ли у вас подобные случаи? А если были, то что вы советуете подобным пациентам? Благодарю за вопрос. Ну, наверное, подобные случаи были, хотя вот сейчас не могу припомнить конкретного, но, наверное, были. Вот. Ну, всегда это связано. Я в работе с пациентами так, прежде всего, так далеко не углубляюсь. Я рассматриваю физические аспекты здоровья, прежде всего. Но, конечно же, в процессе лечения мы разговариваем, общаемся, и я разбираю внутренний мир человека. Ну, как разбирать. То есть, если у нас есть контакт, если человек готов работать с своим внутренним миром, мы разбираем, что, как, беседуем на эту тему. И если происходит рецидив заболевания, или происходит жарящие, хуже там, обострение какое-то, то все равно, всегда этому есть причины и на физическом плане. То есть, допустим, вроде бы дал ему рекомендации, он благодаря этим рекомендациям воздействию с моему или собственному там процедурами в домашних условиях выздоровел. Потом отошел от этих рекомендаций, снова подхватил болезнь. Но, естественно, здесь идет перекос в его мире. То есть, человек в своем мире действительно не разобрался. Мир его остался устроен так же, как и до, собственно говоря, визита ко мне. И поэтому он вернулся в то же состояние, в которое и пребывал до этого. Я это трактую и отношусь к этому чуть иначе. Я считаю, что каждый больной человек имеет вокруг себя некую патологическую систему. Внешнюю систему и внутреннюю систему. Внешняя система это его социальные отношения, его отношения с близкими, с родственниками, его отношения с живым миром, с природой, с неживым и так далее. То есть, внешняя структура. И у каждого больного человека эта структура искажена, она патологична. Но поскольку все равно эта структура, она имеет некую определенную целостность. И, как и любая структура, она стремится к своей целостности. Если какие-то действия, в том числе и лечебные процессы, нарушает целостность в этой системе, она все равно начинает стремиться к стабильности и затягивает туда человека. Так вот, если в процессе лечения человек не перестраивает свою структуру, как внешнюю, так и внутреннюю, то то, о чем вы говорите, это закономерно и естественно. И когда, к примеру, на физическом плане мы заканчиваем оздоровление, то есть, человек избавляется от тех, к примеру, физических недугов, к которым я обратился, и я вижу, что хорошо бы еще что-то подкорректировать на уровне мышления, на уровне взаимодействия с окружающими, я ему об этом говорю. Я его предупреждаю и ставлю перед ним, не то что ставлю, но говорю, что можно было бы так это сделать. Если внимает, то рецидива, как правило, не бывает. Если не внимнет, то может происходить рецидив, и когда он приходит, говорит, вот я опять приболел. Ну, начинаем беседовать, выясняется, что ничего из того, что я ему рекомендовал, советовал, не делал, но и закономерный результат. Ну, так, наверное, могу ответить на вопрос. Так, реплика такая в чате. А я думал, Рират отдальменный камень точил мачету. То есть брусочка дома не нашлось, ну и поехал туда подальше. И отдальмен так жик-жик-жик. Нет, я просто обычно на дольмены приезжаю ночью, заезжая на гору ночью, хотя те, кто по горам ходит, говорят, что по горам ночью ходить нельзя, вот я езжу по горам ночью, заезжаю туда. И обычно сплю там в этом дольмене до утра. И утром уже там встречаю солнышко, ну и так далее. То есть вот когда я сплю, там вот он за ночь примерно и затачивается. Вот так. Эки, ты, оказывается, затейник-то. В дольмене ночуешь. Наверное, и на крыше теперь еще экономишь, да? Дом поспать не мог. Вот в дольмен приехал, и ножичек поточить, и поспать. На коммуналке экономишь. Понятно. Елена, 777, вопрос в эфир. Здравия, вы проводите семинары? Ну вот такого плана не провожу. Такого плана не провожу, а по оздоровительным практикам провожу. Понятно. И более того, вот Алексей планирует создать... Алексей, расскажи об институте. Вот так вот, вот в этом институте, что Алексей планирует создать, там мы планируем проводить много разных семинаров. Ну, по крайней мере, такие планы есть. Я не люблю говорить вперед, когда еще что-то... А, ну, в счет, тогда не будем говорить. Так что ждите. Институт сам уже существует, он сам уже есть. Вопрос в другом, что пока нет финансирования для того, чтобы можно было проводить это все. Дальше. Владимир Измытич. Реплика в эфир. Арират. Воображаемое не равно выдуманное. Во как. Ну, здесь уже ты ответил, поэтому идем дальше. На крыльях орла с внутренней стороны что-нибудь было? Когда ты уил орла? С внутренней стороны, ну, обычный орел, как бы ничего необычного. Там надписей на русском языке не было никаких. Плохо ты просто их присматривался. Надо было там сфотографировать, потом контраст перевести и почитать. И прочитал бы. Там написано, Арират, я твой символ. Ну, что-нибудь такое. Ладно, дальше. Михаил, вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Арират. Скажи, пожалуйста, почему у некоторых людей болит правая пятка? Благодарю. Правая пятка? Ну, шпора, может быть, там. Шпора нарушения кальциевого обмена. Почему именно правая пятка болит? Ну, вот у женщин почему-то правая сторона является доминирующим. И все лечебное воздействие, когда работаете женщины, лучше начинать с правой стороны. Вот, может быть, из-за этого у человека, у кого доминирует правая сторона пятка и в большей степени болит ну, в смысле, одноименная пятка. Правая сторона доминирует и правая пятка болит. А вообще, если по сторонам человека разбирать, то правая сторона – это у нас мужская сторона. Вот. И здесь, возможно, идет речь о каких-то ситуациях с взаимодействиями с внутренним ребенком, вот, либо о взаимодействиях с мужчинами, либо о взаимодействиях с какими-то мужскими энергиями, мужскими символами у вас. Поэтому болит правая пятка. А вообще, если разбирать, как она может болеть, ну, там может образоваться шпора, это нарушение кальциообмена. Нужно заниматься почками. Вот. Лечить как, но тут... Нет, здесь мы, кажется, не говорили... Или нет, говорили про йод, что ванночку с йодом нужно пятку сначала хорошенько распарить в горячей воде, а потом ванночку с йодом опустить. И вот таким образом, там несколько раз делать, пятка будет лучше себя чувствовать, проходить. Угу. Ну, мы с тобой уже касались таких вопросов. Там и йод, и йод с чесноком, и солевые различные повязки. Да много чего там с тобой говорили. Так что слушайте эфиры. На записи с Арирадом. Там кладезь, кладезь информации. Так, дальше. Владимир Азматич. Вопрос в эфир от Владимира Азматича. Арирад. Если хорошо потрясти любого мистика, из него посыпятся идеи Кастанеды. Или так, из него посыпятся идеи Кастанеды? Я думаю, что из него посыпется много чего. Почему именно идеи Кастанеды? Ну, это зависит, какой мистик, во-первых. Да, его комплекция, что у него в карманах, как его переворачивать или не переворачивать, что там посыпется, неизвестно. Но трясануть хорошенько что-нибудь обязательно посыпется. Ну ладно, давай, про Кастанеду. Да не, не про Кастанеду. Я не буду комментировать Кастанеду. Я лишь хочу сказать о том, что знания, знания, они в целом присутствуют. Вот, в целом. Их выхватил, допустим, Дон Хуан интерпретировал. Или там Тальтеки, образно говоря, это интерпретировали, видели так, свой подход изображали. Там народы Крайнего Севера через свой шаманизм это видели так. Допустим, русы это видели так. То есть информация в общем поле присутствует, но как ее считывают, как ее интерпретируют, появляются различные практики. И именно этим я могу объяснить, что у Кастанеды это так, допустим, у индусов так, там у, я не знаю, Чучей так, там у нас это вот так. То есть все общее, все едино. Просто каждый по-разному это выражает там через что-то. И плюс доступность передачи информации. Так случилось, что Карлос Кастанеда смог распространить там свои книжки, или не он со мной, не знаю. В общем, книжки Карлоса Кастанеды распространились. И о них многие узнали. Но, возможно, другие учения менее распространены. Может быть, более древние еще, чем там учитель Тальтеки или кто там, о ком там пишет Кастанеда. И о них никто, допустим, так особо много не знает. Поэтому мы оперируем теми, что более на слуху. И считаем, что из каждого посыпется там Карлос Кастанеда. Карлос Кастанеда просто говорит об общих вещах, о тех, что были известны до него и будут известны после него. И это не значит, что их придумал Кастанеда или что они являются там первоисточником. Человеческий язык ограничен сам по себе. В человеческом языке есть ограниченный набор слов. Ну, грубо говоря, там 100, там 200 тысяч слов, 40 тысяч слов. И за счет вот этих 40 тысяч слов нам необходимо описать всю Вселенную. Это достаточно сложно. Сложные задачи. Поэтому многие явления мы описываем сходно. И находим их там или иначе. Поэтому это такое общее утверждение, что там потрясти. Конечно, идеи Карлоса Кастанеды, они проглядывают во многих. Но мне они, допустим, не близки, как таковые. Я несколько раз перечел Кастанеду в свое время, но идеи его мне не близки. Я считаю, что не совсем. Это так вот мне, моим представлениям отвечает. По Кастанеде человек – это созерцатель. А я ощущаю себя таким, скажем так, не то что созерцатель. То есть я использую практику и творю мир. А по Кастанеде мы особо ничего творить не можем. Мы там наблюдаем все то, что там происходит. Перемещаемся. Точка сборки сместились, переместились в другое состояние. А с моей точки зрения мы не наблюдаем, а действуем, творим мир через свои практики, через мысли и так далее. Вот этим я от него отличаюсь. Да, для того, чтобы для простоты выражения своих мыслей я использую слово «намерение». Но ведь слово «намерение» Дон Хуаном не использовалось. Слово «намерение» – слово русское. Его использовали русские переводчики при адаптации текстов с испанского на русский. А в идеале Дон Хуан использовал другое свое слово. Оно на испанском. И образное значение его наверняка отличается от образного значения от русского слова «намерение». Поэтому прилаживать, теперь как бы столбить слово «намерение» за Доном Хуаном и считать, что этот образ принадлежит именно ему и культуре тольтеков, я думаю, для русских это было бы неверным. Вот так, наверное. Обидел-то старика Кастанеду вместе с Хуаном, да. Обидел. Ну ладно, что делать. Идем дальше. Елена777, вопрос в эфир. Какие техники есть для наполнения энергий? Я не понял слово. Наполнение энергий, чего наполнение? Самих энергий или чем-то энергиями? Что-то энергиями? Наверное, Елена имеет в виду, что себя наполнить. Как вот себя наполнить? Энергиями, да? Да, энергиями. Ну, простая техника, собственно говоря, что тут все естественно. Когда вы начнете уже внутренним взором научитесь пользоваться, там будет все естественно. Вам будет сразу понятно, как что это сделать, чтобы вы наполнились. Но пока нет, могу рассказать, как, допустим, делаю это я. Вот. Я смотрю, как у меня там, вот, где у меня там родничок, как у меня там все это обстоят дела, как течет энергия, там не засорилось, собственно говоря, ничего там, нет ли у меня там никаких чопиков, вот, потому что Алексей как-то извлекал там у меня чопик оттуда, вот, теперь я там слежу за этими моментами, чтобы у меня там чопиков не было. Ну и просматриваю все свои энергетические центры, вот, я смотрю, какой силы поток, вот, и вот, потом направляю этот поток там во все свои телеса, наполняюсь им, смотрю, как он так наполняет, то есть специально эту энергию так двигаю по себе, вот, и вот таким образом наполняюсь. Вот, эта энергия сверху, потом точно так же энергия планеты, и они соединяются, объединяются, вот, в центре Хара у меня, и вот таким образом я наполняюсь, собственно говоря, я делаю эту запруду для того, чтобы дальше уже каким-то образом использовать энергию. Вот так, наверное, можно ответить. Хорошо ответил, молодец, здорово. Так, ну что, все вопросы мы с тобой уже как-то вот прошли, озвучили, реплики тоже озвучили, и как-то нам уже надо подводить итог по сегодняшнему нашему эфиру. Я предлагаю тебе сделать следующее, дать заключение более полную формулировку по технике безопасности, что нельзя, ни в коем случае, вернее, ну как, нельзя, все равно не запретишь, ну вот рекомендации не надо это делать, и как это делать, в каких случаях можно, чего нельзя. Просто так вот перечислить по пунктам вот это, вот это, вот это, вот это, не растекаясь по древу, потому что уже много что было расшифровано, просто напомнить. Благодарю за подсказку, действительно упустил момент. Так вот, техника безопасности, чего нельзя делать? Нельзя вредить другим людям, не то что людям, другим живым существам, ни в коем разе. Вот, то есть обращать эти техники во зло, вот, ни в коем разе, это главный запрет, что можно, что можно делать. То есть, если, не дай бог, вы при помощи вот этого начнете влиять на других людей, ловите последствия, отгребете по полной катушке. Вот, раз. Потом, нельзя пробовать делать эти техники при собственном ослабленном состоянии, я имею в виду воздействовать на другого человека, собственно, там воздействие на себя, наполнять себе энергией, то, что там себя прокачивать, как говорится, это можно. Но вот воздействовать на других, при ослабленном состоянии, вот это нельзя. Нельзя, Потом, ну, что нельзя. Нельзя, конечно, в состоянии, скажем так, опьянения, ничего этого подобного делать, нельзя в состоянии дурманивания делать, то есть, когда уже сознание ваше затуманено, чем-то либо наркотиками, либо алкоголем, вот, ну, собственно говоря, наркотическими средствами, когда ваше сознание дурманит, ничего этого делать нельзя. Здесь еще одна разница между тем, что вот, чем я пользуюсь, их другими, там, техник, в том числе, там, и Кастанеды, они там под пьетом, вот, под мескалином, там, под чем угодно, то есть, сознание затуманивали, и, то есть, они, по сути, человек, когда использует какие-то наркотики для этого, он не работает над собой, он вот использует стимулятор, образно говоря, костыли, для того, чтобы пройти, вот, это чревато потом, вот, поверьте, это потом чревато, поэтому, я бы не советовал вам, несмотря на то, что существует масса информации, о том, что можно употреблять галлюциогенные, там, грибы какие-то, кактусы, травы и так далее, чтобы достигать каких-то состояний сознания, все, всех этих состояний сознания можно достигать на чистом разуме, не на чистом разуме, на чистом духе, то есть, без каких-либо костылей и всего остального, потому что, здесь такая же аналогия, как и с физическими стимуляторами, когда человек употребляет стимулятор, вот, допустим, кокаин, сильнейший стимулятор, человек его употребляет, и потом у человека начинается очень-очень большое похмелье, большая ломка, так и здесь, ежели вы будете использовать какие-то стимуляторы энергоинформационных движений, то затем можно быть готовым, что в жизни будут происходить непонятные какие-то явления, вплоть до трагических, поэтому я бы не советовал это делать, вот, с моей точки зрения, крайне, ни в коем случае это нельзя делать, вот, о том, что, что там еще нельзя, ну, с худыми мыслями этого делать ничего нельзя, сказал, что нельзя, ну, по крайней мере, что значит нельзя, ну, я для себя считаю, что нельзя, нельзя работать с умершими, вот, в каком плане, что с умершими, то есть пытаться как-то с ними делиться энергией, черпать у них энергию, там, им энергию отдавать, это некротические каналы, это некротические связи, они вас ведут только в темные миры, вот эти впекинные, ничего более, вот, ежели под каким-то предлогом, так получается, что кто-то вас там сманивает на то, что там, с предками там пообщаться, в том плане, что там энергию какую-то туда отправить, вы понимаете, предки ваши, ушедшие сейчас, вообще сами по себе, не находятся в таком энергетическом состоянии, они в чистом виде энергии, и так есть, а ваша, как человеческая энергия, им подавно не нужна, нужна она, ну, образно говоря, допустим, в одном из видов, там, лярвам, неупокойным, которые этой энергией питаются, и вот они под разными предлогами могут вас там сманивать на то, что дайте там нам, там, приставать перед вами в различных образах могут, вот, ни в коем случае не нужно этого делать, вот, потом, если вы практикуете какие-то вещи, связанные с выходом из тела, то здесь нужно понимать, что вы, когда из тела выйдете, то ваше тело, если вы оставите его без присмотра, может кто-то зайти, вот, и потом уже вы, когда пытаетесь вернуться в свое тело, а тело там может либо не быть, либо там уже будет достаточно большая толпа народу сидеть, что вам там уже места в собственном теле и не останется, и такие явления современной психиатрии известны, это называется мультиплитизм, когда в одном теле насчитывалось там до 54 личностей, часто так бывает, что человек вроде бы там занимался какими-то практиками, медитациями, выхода из тела, потом непонятно, что с ним произошло, в корне изменился, начал пить, курить, наркоманить и так далее, вот, скорее всего, это явление, когда человек, выходя из тела, забывает о том, что нельзя тело оставлять без присмотра, туда кто-то залазит и уже творит непонятно что, что значит оставлять без присмотра, то есть, ну, обычно в таких практиках двое, то есть, один более опытный, как наставник, второй уже пытается выходить из тела, там, как-то двигаться, и вот более опытный, он стоит на страже, того, что там, или ставит какую-либо защиту, вмешающую проникновение, но, опять же, нужен опыт, нужна практика, и вот, почему используются какие-то места силы для первичного применения этих практик, потому что в местах силы, концентрация, вот таких вот, неупокоенных, и прочих, там, злобных, там, лиходеев, всяких, нефизических, их там ничтожно мало, их там практически нет, и вот в этих местах, в принципе, наверное, можно так, свободно выходить, возвращаться, делать какие-то практики, и все будет, как бы, в норму, нормально, никаких последствий, там, ну, Алексей, может быть, я не все перечислил с областью техник безопасности, может, что-то, о чем-то еще следует сказать, подскажи мне, как старше товарища. все, так бросай это дело, значит, ты все правильно говоришь, надо просто понимать, что вот все, что вы делаете, строится на ваших намерениях, из намерений все получается, все появляется, какие у вас намерения, такие образы, какие образы, такие результаты. Если вы со светом идете, и если вы ведаете, что творите, вот тогда, в принципе, все хорошо. Но если вы идете со светом, но при этом не знаете, что творите, могут быть проблемы. Поэтому самое главное — осознанность. Осознанность всегда то, что вы делаете. Не просто «хочу спасти мир», а осознавать, ведать, а надо ли его спасать, а надо ли в таком варианте его спасать. А что будет, если такой вариант применю или такой вариант? То есть мысли должны быть всесторонние, в первую очередь осознанно, то есть осознание, потом образ. Вы сначала осознаёте, потом делаете образ. Понимаете, что святое место пусто не бывает, оставлять его нельзя. Вот здесь всё верно ты сказал. Мне сразу анекдот про картошку вспоминается, когда там дачные участки раздавали в своё время в советские времена. И мужик получил, ни домика, ничего там нет, только бытовка стоит, и он там картошку всё это место засадил. Ну, никто не сажает, а он один всё это засадил, прям все свои, сколько там, шесть соток этой картошкой. Ну, всё, ходил, ухаживал, окучивал, здорово, всё нравилось ему. Ну, и потом наступило время выкапывать. Вот, и он такой думает, ну, с утра пораньше приеду, сел свой там москвичонок в те времена, доезжает до своего участка, смотрит, стоит УАЗик, и такие два здоровенных мужика, картошкой-то копая, там говорит, ребята, вы что тут делаете? Чё-чё делаем? Картошку копаем. Кто стоит, руки развёл, не знает, чем сказать, говорит, чё стоишь, бери лопату, копай, пока хозяина нет. Говорит, первый раз я так быстро свою собственную картошку копал. Вот, это из той серии, что, друзья мои, если вы без присмотра что-то оставляете, имейте в виду правильное согласие с Ари Радом, что могут быть такие незваные гости, и потом от них бывает трудновато избавиться. Поэтому недостаточно желать кому-то помочь. Вы ещё должны понимать, что как бы так ни случилось, что потом придётся помогать вам. Не обладайте компетенцией, другими словами, не ведаете, не лезьте в воду, не зная об роду. Вот это очень важно. То есть всё нужно делать вовремя, осознанно, и ведая, что, зачем, и как, и что будет дальше. А это уже сложнее. Поэтому не спасайте мир. Надо сначала самому себя спасти для начала, чтобы у вас была сила, была компетенция, и после этого вы уже могли помогать кому-то что-то делать, разобраться в чём-то и так далее. А то потом проблема, и начинается там хождение по мукам. Ну, как-то так. Вообще, всё верно сказал, всё здорово, замечательно. Ну, и ладно. Ладно. Ну, что ж, давай тогда прощаться с нашими радиослушателями. Хорошо, у нас эфир весёленький был такой, незатейливый, всё здорово, не загрузили, надеюсь, никого. Конечно, вопросы, я понимаю, что вопросы остались, вот, а как из тела там выходить, да, как вот там в другого, как ощущать, друзья мои, а это уже, как говорится, ну, не эфирный материал, и здесь в данном случае просто были даны, ну, принципы, принципы, что это всё можно, ощущение, ну, даже не ощущение, а понятие, что да, всё это есть, всё это можно, но дальше теперь уже, наверное, как-то, если хотите, надо это развивать уже, и самому, может быть, как-то или с Эрирадом встречаться, или искать какие-то центры, где именно не барыги сидят, которые вас обувают, как сектантов, вот, а именно люди, которые понимают, что сейчас уже пришло другое время, и необходимо это давать без какой-то коммерческой составляющей. Алексей, можно реплику буквально? Давай, конечно, давай. Вот ты говоришь по поводу, как выходить из тела, но, братцы, здесь, вот как на велосипеде кататься, понимаете, вот, кто может объяснить, как он едет на велосипеде, вот ты просто на велосипеде едешь и всё, да, так и здесь, просто, берёшь, просто выходишь, просто берёшь и выходишь из тела, это, вот, как это объяснить, вот, грубо говоря, давайте попробуем по схеме расписать, как я двигаю рукой, да, как двигать рукой по схеме, вот объясните, как двинуть рукой по схеме, То есть, можно так сказать, сначала мы двигаем вот этими мышцами, плечом поднимаем, потом ее раздвигаем. Если вы ждете от меня такого объяснения, как выходить из тела, то это абсолютно бесполезное занятие. Потому что если вы будете двигать рукой так, как я вам сейчас объясню, будут выходить только корявые движения. Вы двигаете своей собственной рукой так, как вам это близко, так, как вы можете. И здесь точно так же. Вы будете выходить из тела так, как вы это можете. Просто, все очень просто. Нужно научиться кататься на велосипеде, ребята. И все. Вот я, то, что в самом начале объяснял принципы, вот это освойте, и все. И вы научитесь кататься на велосипеде. А дальше уже перед вами полная свобода. Я просто хочу немножечко тебя предостеречь, вот такие вот восторженные произносить в эфире мысли. Почему? Потому что все люди разные. А ну да. И есть у нас люди, человеки, которые, например, учились кататься на велосипеде, когда папа держал крепко руль, и вот они первые какие-то шаги делали. А без папы они падали, разбивали себе носы, коленки, руки там и так далее. У меня таких знакомых много. А есть те, которые просто, как ты говоришь, садились и вот начинали крутить педали. Есть те, которые долго учились плавать. Долго-долго. И их там досочку им подкладывали, одевали какие-то там спас-жилеты, спас-средства там и так далее. Вот. А есть те, которые просто плюхались в воду и начинали барахтаться и выплывали. Поэтому люди разные. Кому-то нужна помощь, кому-то необходима, может быть, какая-то уверенность с наставником. Кому-то, может быть, необходимо что-то ещё. Поэтому вот всем так просто я бы не рекомендовал говорить, иначе ты берёшь очень серьёзную ответственность на себя. И это может быть чревато. Не надо. Не надо. Вот мы дали общие параметры, сказали, что это всё, даже не понравилось, а общее представление. Дали пояснение, что это всё естественно для людей нашего вида, для человеков нашего вида. И ничего здесь заоблачного, никакой там мистики и чего-то ещё такого сверхъестественного нет. Нет, это всё норма, обыкновенная норма, которая нам по роду дана и от рода дана. И пользоваться этим, именно пользоваться можно. Другое дело, что осознанно пользоваться, о чём говорилось неоднократно, соблюдая технику безопасности. Единственные критерии которой, единственные правила которой, понимание – это несуйся туда, чего ты не ведаешь. Иначе сам можешь и грести, испортить что-то и применять только тогда, когда есть в этом жизненная необходимость, а не когда тебе кажется это. Вот это вот самое-самое главное. Вот тут пишут «А я просто упал и поплыл». Ну вот видишь, как бывает, да. А кто-то под рамкой учился в велосипеде кататься. Ну, всякое бывает. Ладно. Давай, желаю нашему радиослушанию что-то хорошее. Ну, народ, значит, обнимаю вас. Желаю быть всем вам настоящими. Желаю обрести любовь, свет в душе своей. Ну и жить по правде. Быть добро, как говорится. Отлично. Благодарю. Я вот так вот сидел, думал, как вот всё там работать, выходить из тела, куда-то там селяться. И вот как-то такая связка в голову пришла, пояснительная в заключении, что русский язык, он образный. Вот образ — это сформулированная мысль, форма облачённая. То есть не просто мысль этого сформулирована, когда вы себе это видите, представляете. А мысль есть всё. Вот да, вот мысль, она всё, то есть она материальна. Куда мысли направляются, вот, то, в принципе, там всё и образуется. Какие мысли, что в мыслях, какое содержание, ну, в общем, туда вы и движетесь, то вы воспроизводите, такой результат и получаете. Тот образ или безобразие, в конце концов, выходит. То есть безобразное, значит, безобразие получится. Образное, значит, образ родится. Вот. И как вот в итоге, в общем-то, что такое, к чему можно подвести? Что не засоряйте вы родной и могучий и образный наш язык. Не используйте безобразие, то есть неродное. И будет тогда у нас всё родное, всё у нас будет по праве. И такое, какое нам сейчас всем нужно, о чём мечтают сейчас очень многие. Перестаньте мечтать, осознавайте уже правильные, верные образы, подкрепляйте их на деле, а не просто так витая в облаках где-то. И всё будет замечательно, всё будет отлично. Также в чате было написано, что сегодня у Святозара, который является главным основателем ауры мира группы «Музыкальный день рождения», все поздравляем его и желаем крепкого здоровья, чтобы он нас побольше радовал своими красивыми, приятными песнями. И в конце я после передачи, когда наша заставочка прозвучит, наверное, всё-таки поставлю одну из песен Святозара и группы «Ауры мира». А тебе благодарность, низкий поклон. Молодец, всё здорово, отлично рассказал. Как всегда, было очень увлекательно, познавательно и, главное, полезно. Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк, кто познает тем урок. У нас сегодня сказка была не в смысле того, что мы там вас развлекали, а именно сказка в нашем древнем представлении «Сказание». И вот автор-сказитель Захар Белинский, Айрат, наш уважаемый доктор, я благодарю тебе за то, что ты вот это всё так хорошо сделал. Благодарю всех наших радиослушателей, кто участвовал в чате вопросами и какими-то репликами своими. Вы направляли наш эфир в правильном, на мой взгляд, русле и уточняли то, что мы могли упустить. Низкий вам поклон, так держать. Вместе мы сила. И этим, в общем-то, наши рода сильны и Русь сильна. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что 4 апреля уже закончилось по одному из современных календарей. Наступила 5 апреля 2017 года, уже среда, 34-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, неделя по одному из старинных календарей. Мы говорили про приёмы удалённого оздоровительного воздействия. Автор-сказитель Захар Белинский, Айрат. Желаю вам всего-всего самого доброго, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. А, возможно, и увидимся. Народное Славянское Радио. Всё нужно, всё важно.